В пантеоне величайших видеоигр серия Resident Evil вполне заслуженно занимает своё место. Эта франшиза удивляла, пугала и переизобретала себя снова и снова. Я не уверен, что у какой-либо другой видеоигровой серии есть такое количество ответвлений в виде спин-оффов, мультипликационных фильмов, комиксов, аркадных шутеров и прочего добра. И сегодня мне хочется рассказать вам полную хронологическую историю этой самой серии. Насколько это возможно? Я не стану включать в ролики японские театральные постановки, хоть они считаются каноном, просто по той причине, что на глобальный сюжет они не влияют, а делать ролик хронометражом свыше трёх часов не хочется. Также я не стану включать полнометражные фильмы Пола Андерсона, так как они каноном не являются. События в данном видео будут разворачиваться достаточно стремительно, из-за огромного количества материала, но я надеюсь, что тебе будет всё понятно. А если же нет, смело спрашивай в комментариях. Поэтому я больше не смею тебя задерживать, и давай уже начнём. Наш путь начинается 23 июля 1998 года, когда на поезд, принадлежащий фармацептической компании «Амбрелла», нападает рой существ, похожих на пьявок, пока таинственная фигура наблюдает за происходящим с ближайшей скалы. Два часа спустя команда «Браво» спецотряда по тактическим и спасательным операциям, называемой «Старс», направлена для расследования громкой серии убийств, произошедших в горах пригорода Раккун-Сити. По пути к месту расследования у вертолёта, в котором летела команда, отказывает двигатель, и он падает в лес. Оставив пилота вертолёта устранять неполадки, команда отправляется дальше пешком и вскоре натыкается на перевёрнутый внедорожник военной полиции, в котором обнаруживают тела двух офицеров со странными следами. Согласно найденным документам, машина перевозила к месту казни некоего Билли Коэна, преступника, бывшего лейтенанта морской пехоты, виновного в преступлениях. В связи с этим командир отряда Энрико Марини приказывает разделиться, чтобы расширить район поисков. Во время прочесывания леса фельдшер группы, Ребекка Чемберс, набредает на становившийся посреди леса поезд. Девушка обнаруживает, что экспресс кишит заражёнными людьми зомби из-за воздействия на них Т-вируса, выведенного ранее упомянутой корпорацией Umbrella. Созданный из прародителя, древнего западноафриканского вируса, целью Т-вируса была мутация биологических клеток для улучшения человечества, но в конечном итоге он превратился лишь в военный продукт. Пережив первый кошмар от встречи с заражёнными, Ребекка находит выжившего человека, парня по имени Билли Коэн, того самого бывшего морского пехотинца, которого перевозила ранее найденная в лесу машина. Билли рассказывает, что его конвейеров убили монстры, а сам он сумел спастись и укрыться в этом поезде. Нехотя, Ребекка решает объединиться с ним, и они следуют дальше вместе, чуть позже увидев ту самую таинственную фигуру. После чего поезд начинает движение и очень быстро набирает опасную скорость. Ребекка и Билли пробираются в кабину и используют стоп-кран, после чего покидают перевернувшийся состав. Чуть позже они обнаруживают, что успели заехать в некий заброшенный научно-исследовательский комплекс, ранее принадлежавший огромной фармацептической корпорации «Амбрелла». Здесь герои узнают, что бывший хозяин комплекса, Джеймс Маркус, ныне числящийся пропавшим, при участии Озвола Спенсера и Эдварда Эшфорда, собственно и сделали фундаментальное открытие, тот самый вирус-прародитель. Изначально Эшфорд хотел применить открытый ими вирус в медицине, используя его мощные регенеративные свойства, но после его смерти Спенсер и Маркус принялись изучать возможности применения вируса в качестве биологического оружия. Скомбинировав вирус с ДНК-пьявки, они получили Т-вирус, превращающий зараженных им людей в зомби. Корпорация «Амбрелла» во главе со Спенсером тайно продолжила противозаконные исследования Т-вируса с целью продажи его на рынке вооружений. И именно утечка Т-вируса из лаборатории корпорации в горах стала причиной заражения людей и появления мутантов в этих краях. Чуть позже, выбравшись из комплекса и одолев во дворе здания гигантскую летучую мышь, Ребекка и Билли находят подземную лабораторию Маркуса, ныне заполненную мутировавшими пьявками. Там они узнают новую информацию о создании Т-вируса и обнаруживают, что Маркус продолжал свои эксперименты даже после своей официальной пропажи. В подземелье Билли подвергается атаке зараженного Т-вирусом примата и пропадает в канализационной системе. Ребекка отправляется на его поиски и попадает в подземный исследовательский комплекс корпорации Амбрелла под городом Раккун-Сити. Здесь она встречает другого члена команды Браво, своего командира Энрику Марини, который сообщает, что остальные бойцы отряда сейчас находятся в неком особняке, ранее принадлежавшем Озвалу Спенсеру. Однако пути Энрику и Ребекки расходятся, так как последняя решает сначала найти Билли. Расставшись с Энрико, Ребекка сталкивается с самой первой экспериментальной моделью проекта Тиран, и ей получается временно подавить его. После чего, спустившись из подземной лаборатории в очистные сооружения Амбреллы, она находит там пропавшего Билли, который помогает ей окончательно расправиться с Тираном. По пути к выходу они встречаются с виденным ими ранее человеком, им оказывается тот самый пропавший без вести доктор Маркус. Он рассказывает героям, что Амбрелла не имеет никакого отношения к вырвавшемуся на свободу вирусу, который погубил железнодорожный экспресс и некий особняк в горах. Вся вина лежит на нем, Маркусе, работавшем на корпорации Амбрелла до того момента, пока 10 лет назад его бывшие ученики Альберт Уэскер и Уильям Биркин не убили его по приказу руководителя корпорации Озвала Спенсера, который стал видеть конкурентов в Маркусе. Умирая, Маркус внедрил в свое тело зараженную королевскую пьявку, что позволило ему воскреснуть и сохранить память о своей прежней жизни. И во время разговора Маркус неожиданно превращается в массу пьявок, которые начинают преследовать героев. А в это время те самые Уильям Биркин и Альберт Уэскер, по-прежнему работавшие на Амбреллу и Спенсера, а также тайно наблюдающие за происходящим с помощью камер слежения, решают действовать. Уэскер, будучи двойным агентом в отряде Старс, отправляется в Раккун-Сити, чтобы исполнить свой план, а точнее собрать как можно больше данных о влиянии этого вируса методом заманивания в особняк отряда Браво. А Биркин активирует механизм уничтожения комплекса, чтобы скрыть все следы их заговора десятилетней давности. Тем временем Ребекка и Билли после недолгого противостояния побеждают королевскую пьявку. Они выбираются на вершину скалы, откуда открывается вид на особняк Спенсера. Герои отдают друг другу воинскую честь, Ребекка заявляет, что отныне Билли Коэн официально числится погибшим, тем самым даруя ему свободу. А сама направляется к особняку, в надежде узнать о судьбе членов своего отряда. Браво! Пробравшись в особняк, она не находит никого из членов команды, и обессилевшая, она незаметно для себя засыпает. Ее недолгий сон прерывает другой участник отряда, Ричард Эйкин, и они отправляются на поиски своего капитана Энрико Марини. По пути они видят человека с именем Сергей Владимир, одного из немногих людей, имеющих иммунитет к Т-вирусу. Это позволило ему создать усиленных вирусом его же клонов, тиранов, с именем Иван. А еще позже герои попадают в засаду гигантской змеи, которая загоняет героев в угол. Ричард жертвует собой, чтобы спасти Ребекку. Та, в свою очередь, стреляет в чудовище, но для Ричарда уже все слишком поздно, так как он заражен ядом змеи. После потери связи с отрядом Браво, на их поиски отправляют другой отряд Старс, Альфа. Они находят сбитый вертолет команды вместе с трупом одного из пилотов, но обнаруживают, что все остальные члены отряда пропали без вести. Внезапно из ниоткуда на отряд набрасываются ужасающего вида собаки. Один из членов группы оказывается застегнутым врасплох и погибает с жуткой смертью на глазах у товарищей. Остальные члены отряда начинают отбиваться от собак, но в это время пилот вертолета Альфы, Брэд Уикерс, теряет самообладание и улетает, бросая своих коллег. Оставшиеся четверо бойцов, Крис Редфилд, Джилл Валентайн, Барри Бёртон и капитан Альберт Уэскер, начинают отступать. Спасаясь от собак, полицейским удается добежать до некого заброшенного особняка, в котором они находят убежище. Внутри они решают разделиться, чтобы обыскать здание. Так или иначе, отряд найдет членов Браво, но те либо уже мертвы, либо умирают от полученных ран, включая Ричарда, который снова жертвует собой, чтобы спасти члена команды Альфа. Джилл работает с Барри, а Крис встречает Ребекку. В ходе расследования бойцы отряда Альфа узнают, что особняк принадлежал Озволу Спенсеру, основателю президенту огромной фармацептической корпорации «Амбрелла». Этот дом был прикрытием для подземной лаборатории корпорации, в которой проводились нелегальные эксперименты по созданию биооружия на основе Т-вируса. Сам особняк был построен неким Джорджем Тревором, который чуть позже со своей женой стал жертвами Спенсера. А их дочь была одной из первых подопытных корпораций, так как девочка была наиболее устойчивой к вирусу-прародителю. На ней испытывали как Т-вирус, так и паразитов, вживляющихся корпорацией в мутантов для возможности их контроля. Кроме того, устойчивость этой девочки, зовут которую Лиза, помогла ученому «Амбрелла» Биркину модифицировать Т-вирус, создав G-вирус. И более того, Лиза все еще жива, хоть и сильно мутировала из-за вируса, и команде Старс ничего не остается, как избегать ее по мере продвижения, так как кажется, что обычное оружие ей не наносит никакого вреда. Исследуя особняк, один из группы Альфа встречает раненого командира отряда Браво, ранее упомянутого Энрику Марини. Он рассказывает о причастности корпорации «Амбрелла» к происходящему, и раскрывает, что в отряде Альфа есть предатель, работающий на корпорацию и специально замнивший бойцов Старс сюда. Однако сказать имя предателя он не успевает, так как кто-то, скорее всего сам предатель Вескер, неожиданно застрелил его, скрывшись в темноте. Джилл выбирается из пещер, и по лестнице в подвале особняка спускается в лабораторию корпорации. В подвале она встречает Барри, после чего они вдвоем окончательно побеждают напавшую на них Лизу Тревор. Крис, следуя по следам Джилл, также спускается в подземный исследовательский комплекс. Там же Джилл встречает капитана Вескера, и узнает, что он и был тем самым предателем, работавшим на «Амбреллу». Вескер намерен испытать на уцелевших подчиненных одного из образцов тиранов в проект по созданию суперсолдат. При этом Вескер преследует и свои меркантильные цели – отследить боевые качества тирана и продать данные конкурентам «Амбреллы». Джилл также узнает, что Барри был заодно с Вескером, хоть и не хотел этого, так как последний держал в заложниках его семью и шантажировал его этим. Вескер активирует тирана, однако тот, пробудившись, убивает самого предателя. Джилл в короткой схватке временно выводит из строя чудовища, после чего они с Барри направляются к выходу. Встретив по пути Криса и Ребекку, они вместе выходят на вертолетную площадку снаружи, где устанавливают связь с Брэдом Уикерсом, который теперь готов спасти их на вертолете. В лаборатории в это время включается механизм самоуничтожения, и вновь восставший тиран становится сильнее и выходит наружу, вступая в схватку с бойцами Старс. Одолеть монстра бойцам помогает Брэд, который прилетает и сбрасывает им ракетницу. Тиран оказывается уничтожен, а выжившие члены Старс грузятся на вертолет и улетают. Особняк Спенсера и подземная лаборатория под ним вскоре взрываются. Но Альберт Вескер умудряется пережить взрыв, а все из-за вируса, который он вколол себе ранее, и это позволяет ему сбежать. Джилл Валентайн и ее товарищи возвращаются в город Раккун-Сити, чтобы предупредить городские власти об опасности и рассказать правду о нелегальных экспериментах огромной корпорации Умбрелла. Однако из-за сложной конспирации и коррупции в полицейских рядах к членам Старс никто не прислушался. Городские власти, подчиненные корпорации Умбрелла, закрывают спецотдел Старс и спускают дело на тормозах. А спустя пару месяцев вспыхнула эпидемия Т-вируса в Раккун-Сити, и причины этому пока неизвестны. Пытаясь выбраться из наводненного зомби города, Джилл добирается до своего недавнего места работы – полицейского участка. Там она встречает своего бывшего коллегу Брэда Уикерса, в недавнем прошлом пилота Старс. На ее глазах Уикерс погибает от рук существа под названием Немезис – самого мощного биорганического оружия корпорации Умбрелла, специально посланного для уничтожения оставшихся в живых членов Старс, являющихся главными участниками инцидента в особняке и свидетелями экспериментов корпорации. Однако Джилл удается убежать от Немезиса. Убедившись, что в Раккунском полицейском участке царит разруха, а большинство полицейских погибло, Джилл выдвигается к трамвайной станции. Там она узнает, что для эвакуации мирных жителей корпорация Умбрелла высадила в город специальные подразделения службы по противодействию биологическому заражению. Однако большая часть их бойцов погибает. Но Джилл удается встретиться с одним из членов этого спецотряда – Карлосом. Карлос, не подозревающий о вине корпорации в том, что произошло в городе, помогает Джилл спастись от Немезиса. Вскоре Джилл объединяет силы и с другими уцелевшими членами спецотряда Карлоса – Михаилом Виктором и Николаем Зиноньевым. Объединившись, они решают добраться на трамвай до городской часовни, которая является точкой эвакуации. Однако трамвай не работает, поэтому героям приходится искать инструменты для него в нескольких точках города. В ходе поиска Николай, как показалось Джилл, погибает, а ей самой, уничтожая множество зомби и монстров, все же удается собрать нужные инструменты и вместе с Карлосом запустить этот клятый трамвай. По пути в часовню на трамвай нападает Немезис, однако Михаил, жертвуя собой, сбрасывает его. Трамвай терпит крушение, врезавшись в часовню, но Джилл и Карлосу удается выжить, и они начинают исследовать здание. Джилл получается добраться до часовой башни и дать сигнал звоном колоколов для спасательного вертолета, но Немезис, по-прежнему преследующий ее, сбивает пролетевший эвакуационный транспорт, после чего ранит и саму Джилл. Несмотря на травму, ей удается держать над ним временную победу, однако вскоре она, совсем ослабев, теряет сознание. В таком состоянии ее находит Карлос, который переносит Джилл в безопасное место в часовне. А в это же время новичок-полицейский Леон Скотт Кеннеди, прибывший в город на свой первый рабочий день, и студентка колледжа Клэр Рэдфилд, приехавшая в Раккун-Сити на поиск своего брата Криса, члена отряда Альфа, сталкиваются на заправочной станции, которая, как вскоре выясняется, кишит зомби. Передвигаясь на машине, они слышат по громкоговорителю о том, что всем выжившим нужно укрыться в полицейском участке, но по пути их разделяет взрыв, и они продолжают свой путь по раздельности. Клэр находит подземный туннель и проходит через него, встретив девочку по имени Шерри Биркин, однако вскоре после этого на нее нападает мутировавшее существо в лабораторном халате. Клэр удается временно нейтрализовать его, и она с девочкой пробираются на парковку полицейского участка, где встречают коррумпированного начальника полиции Брайана Айронса. Именно он получал взятки от корпорации Амбрелла, взамен на которые помогал корпорации прятать доказательства их незаконной деятельности создания биооружия. Начальник полиции похищает Шерри, но та теряет свой кулон в процессе самого похищения. Немного позже Брайан Айронс свяжется с Клэр и потребует, чтобы та принесла ему тот самый кулон, который Шерри обронила. Ценность этого кулона в том, что внутри него спрятано что-то нужное Айронсу. Клэр хоть и не хотя, но соглашается. А тем временем Леон, пробираясь через участок, выходит на парковку и встречает там агента ФБР, Аду Вонг. Чуть позже, потеряв ее из виду, он исследует коридоры в надежде отыскать агента, но вместо девушки находит в одной из камер участка репортера Бена Бертолуччи, который был информатором Ады. Его арестовал начальник полиции из-за того, что репортер вел расследование теневых операций Амбреллы. Однако вскоре Бена убивает тиран, модифицированный клон Сергея Владимира. Модель этого тирана Т-103, их используют в качестве телохранителей, убийц и агентов для охоты за важными предметами. Конкретно этого тирана прислали с целью достать для Амбреллы образец Дживируса. Тиран вскоре нападает и на Леона, но того спасает Ада на грузовике. Они решают держаться вместе и отправляются в городскую канализационную систему, через которую, по словам Ады, они доберутся до секретного штаба Амбреллы. Тем временем Шерри пытается сбежать от начальника полиции, но ее попытка терпит неудачу. Ко всему этому, существо в лабораторном халате неожиданно появляется и заражает Брайна Айронса. Вскоре прибывает Клэр и находит начальника уже убитым. Девушка воссоединяется с Шерри, но их находит тиран. Ко всему этому появляется чудовище в халате и уничтожает тирана. После чего замечает Шерри и Клэр. Чудовище атакует лифт, в котором те находились, из-за чего тот обрывается и падает вниз. Спустя время Клэр приходит в себя и видит Аннет Биркин, мать Шерри. Та объясняет, что существо в халате, преследующее их, это ее муж и отец Шерри, ранее упомянутый следователь Амбреллы Уильям Биркин. Когда Клэр спрашивает Аннет о Шерри, горе-мамаша говорит, что ее дочь не забота Клэр и закрывает дверь. Чуть позже агент находит девочку внутри пресса для мусора и спешит ей на помощь, но натыкается на видеокассету, из которой становится понятно, что Уильям пытался сбежать с G-вирусом, надеясь продать его военным США. Но его обнаружили солдаты Амбреллы, а точнее группа Альфа, и в ходе потасовки застрелили. Однако все же, в последние минуты своей жизни он успел вести себе вирус, из-за чего мутировал, а после и убил оставшихся членов отряда Альфа. В процессе этой резни он разбил ампулу с вирусом, который впоследствии разнесли крысы, тем самым испровоцировав заражение в городе Раккун-Сити. Добравшись до Шерри, Клэр узнает, что девочка также заражена. Аннет говорит, что может помочь ей, но для этого им нужно попасть в ее лабораторию, которая находится в подземном комплексе Амбреллы. Клэр ничего не остается, как отправиться туда. Параллельно с этим, единственный выживший из отряда Альфа под кодовым именем Ханг, после нападения на них мутировавшего Уильяма Биркина, сбегает из города с образцом G-вируса. А задержавшаяся Аннет натыкается на Леона и Аду. Та открывает по ним огонь, и Леон, чтобы спасти Аду, подставляет свое тело, словив тем самым пулю, после чего теряет сознание. Ада следует за Аннет, но по итогу попадает в тот же пресс для мусора, где до этого была Шерри. Придя в себя, Леону удается спасти девушку, и они вдвоем также решают отправиться в подземный комплекс Амбреллы, чтобы получить образец вируса. Ада говорит, что получив его, она сделает все возможное, чтобы ситуации, как в Раккун-Сити, больше никогда не случилось, но из-за полученного ранения она не может продолжать путь, и Леону предстоит отправиться в комплекс одному. Ада на прощание целует его. Спустившись вниз, он находит образец вируса, а после Анна сообщит ему, что Ада никакой не агент ФБР, а обычный наемник, который планирует продать этот вирус конкурентам Амбреллы. И позже из-за этой информации Леон откажется отдавать Аде вирус, из-за чего Анна ставит на него пистолет с требованием отдать ему образец. Но вмешивается Аннет и ранит Аду в плечо, из-за чего последняя падает с моста. Леон, пытаясь ее спасти, роняет вирус, а по итогу теряет хватку, и Ада также падает вниз. Тем временем, Клэр находит вакцину от вируса, но вновь появляется Уильям, который откидывает Аннет. Пока Клэр сражается с ним, Аннет вкалывает своей дочери антидот, тем самым спасая ей жизнь. Но к тому моменту, когда Клэр возвращается к ним, Аннет умирает от полученных ран. Из-за утечки вируса в комплексе включается механизм самоуничтожения, а Клэр и Шерри находят поезд, на котором и планируют сбежать. Леон тем временем снова встречает тирана, и когда казалось, спасения уже нет, каким-то чудом выжившая Ада бросает Леону ракетницу, чтобы тот расправился с надоедливым чудовищем. И после победы над ним, Леон видит движущийся состав и запрыгивает на него, обнаружив внутри Клэр и Шерри. Поезд подвергается нападению Уильяма, а точнее тому, что от него осталось. Совместными усилиями Леон и Клэр уничтожают его, на этот раз навсегда, и, наконец, сбегают из города, поклявшись, что продолжат борьбу с Амбреллой. А тем временем Карлос, понимая, что Джилл заражена вирусом, отправляется в расположенный неподалеку госпиталь Ракун-Сити на поиски вакцины. И после спасения девушки, они разделяются. В парке Джилл находит небольшой домик охраны, который был секретным штабом для официальных наблюдателей корпорации Амбрелла, посланных в разгар вспышки Т-вируса с тайным приказом собрать данные о боевых качествах биорганического оружия, то есть тиранах и других огромных тварей. Внутри она слышит сообщение о прекращении миссии и о том, что город вскоре будет уничтожен. Появляется Николай, который оказывается одним из тех самых наблюдателей. Он рассказывает Джилл свои планы, однако их разговор прерывает резкие толчки в земле. Николаю удается бежать, а Джилл вынуждена сражаться с гигантской мутировавшей подземной многоножкой, победив которую девушке удается выбраться из парка и дойти до заброшенной фабрики Амбрелла. Здесь Джилл снова встречается с Карлосом, который сообщает, что правительство США приняло решение уничтожить город Ракун-Сити ядерным ударом. Пытаясь добраться до вертолетной площадки, Джилл вновь сталкивается с Немезисом и топит того в кислоте, получив тем самым необходимый ключ для прохода к самой площадке. Но чуть позже клятый Немезис, снова уцелевший после утилизации, добирается до Джилл и поглотив труп одного из тиранов превращается в жуткое существо, уже не похожее на человека. Девушке удается окончательно уничтожить его из экспериментального рельса трона, установленного на заводе военными. Далее Джилл выходит на крышу завода, где Карлосу удается вызвать помощь, и за ними прилетает вертолет, пилотом которого оказывается Барри Бертон, бывший коллега Джилл из Старс. А в это же время член службы безопасности Амбрелла, капитан Родригес, готовится покинуть город до взрыва с украденным биоорганическим оружием. Его пассажирка, доктор Линда Болдуин, просит его подождать и мчится в научно-исследовательский центр для получения антивирусного препарата, который бы мог помочь остановить вспышку Т-вируса. Как только она входит в центр, один из подопытных образцов биооружия сбегает, из-за чего объект закрывается на карантин. Другой ученый комплекса по имени Картер начинает активацию Тирана-Р, намереваясь использовать его, чтобы убить враждебных существ и тем самым сбежать из комплекса. Тирану действительно удается уничтожить биоорганическое оружие, но теперь Картер планирует уничтожить Тирана, активировав бомбу, спрятанную внутри него, на случай, если тот взбунтуется. Однако Тиран прерывает этот план, убивая Картера и уничтожая образец антивируса. К тому же скину в Линду Болдуин водочистительную установку. Там ее находят выжившие, но приток воды начинает теть через объект, смывая доктора Болдуина и остальных в канализацию. После чего группа сразится с Тираном-Р еще раз, но по итогу все же добравшись до Капитана Родригеса, покидают город до его взрыва. Также в это время Ада Вонг начинает свой побег в канализации, после того, как сбежала из гнезда подземной лаборатории Амбреллы. Выбравшись на улице Раккун-Сити, она добирается до гостиницы, чтобы встретиться со своим связным из компании конкурента Амбреллы, но находит его мертвым в результате самоубийства. С ней внезапно связывается Альберт Вескер, обвиняя ее в провале миссии, предав агентство и помогая Леону Кеннеди. Но неожиданно она показывает им образец G-вируса, который она все же смогла восстановить. Вескер признает, что полезность Ады еще не исчерпана, и сообщает ей, что Раккун-Сити будет уничтожен ракетой на рассвете, и что единственный шанс Ады на спасение будет заключаться в том, чтобы улететь из города на вертолете, на борту которого находится один из руководителей корпорации Амбрелла. Прибыв на место, она сражается с недобитым Тираном-Р, и после победы над ним, используя крюк-кошку, все же достигает вертолета, тем самым покинув Раккун-Сити прямо перед взрывом. Спустя три месяца Клэр Редфилд, теперь уже будучи агентом, проникает на один из объектов Амбреллы, но оказавшись схваченной охранниками, ее отправляют на отдаленный остров Рокфорд, на котором расположена частная тюрьма корпорации для шпионов и нарушителей. Находясь без сознания в своей камере, она просыпается от громкого взрыва. Один из охранников тюрьмы, Родриго, выпускает Клэр на свободу, но говорит, что у нее нет никаких шансов покинуть проклятое место живой, так как немного ранее на остров напала неизвестная военная группа, в результате чего-то вирус оказался выпущен на свободу, поэтому большинство военных и заключенных острова либо погибли, либо оказались инфицированными. После освобождения Клэр встречает сбежавшего сокамерника, Стива Бернсайда, и они вдвоем обнаруживают, что Крис Редфилд находится под наблюдением Амбреллы. Клэр пользуется компьютерами и отправляет емейл Леону, чтобы он сообщил ее брату координаты острова. Выбравшись из кишащей зомби и охваченной огнем тюрьмы, Клэр добирается до военного комплекса на острове. Там она встречает Альфреда Эшфорда, начальника базы и потомка одного из основателей Амбреллы. Альфред, оказавшийся не вполне вменяемым человеком, так как у него раздвоение личности, да еще и милитарист, он решил, что нападение на остров произошло из-за Клэр, поэтому начинает охоту за ней. Но по итогу Клэр и Стив находят самолет и успешно улетают с острова, а комплекс взрывается. Тиран успевает проникнуть на самолет, однако Клэр сбрасывает его. Но поехавшему Альфреду также удается выжить после взрыва. Он улетает на своем истребителе на базу корпорации в Антарктиде. Попутно он дистанционно переключает самолет Клэр и Стива на автопилот и тоже отправляет его на Антарктиду. Герои приземляются в подземной лаборатории. К тому времени весь персонал уже заражен Т-вирусом, а мутировавшие бабочки и пауки устраивают охоту на людей. В лаборатории Клэр больше узнает о семье Эшфордов. Как оказалось, Александр Эшфорд, отец Альфреда, решил возродить былое величие своего рода в лице своих детей, Альфреда и Алексии, которые были созданы благодаря слиянию вируса прародителя с геномом Вероники Эшфорд, далекого предка их семьи. В результате Алексия действительно получилась гениальным ребенком. Уже подростком она стала лучшим ученым в корпорации Амбрелла и создала новый вирус, Т-Вероника, в честь своего предка. Но позже Альфред и Алексия сумели узнать, что они были получены искусственно, поэтому в отместку отцу они схватили его и испытали на нем новый вирус, из-за чего Александр в результате мутировал в существо под названием Носферату, которое заперли в лаборатории. Позже Алексия дорабатывает свой вирус и испытывает его на себе, а после чего погружается в криосон на 15 лет. Таков инкубационный период вируса. И именно из-за этого у Альфреда, отличавшегося рабской преданностью к своей сестре, началось раздвоение личности. Клэр и Стив решают выбраться из комплекса на вездеходе, а Альфред выпускает на свободу своего некогда отца и лично пытается помешать им. В результате Стив сбрасывает Альфреда с высоты, а позже Клэр уничтожает его отца, Александра. На последнем издыхании Альфред пробуждает свою сестру искря сна и умирает у нее на руках. Клэр и Стив почти выбираются из полярной станции на вездеходе, но гигантские щупальца, вызванные Алексией, не дают ему идти. Вездеход попадает в аварию. Действие переносится на Криса. Он прибывает на остров и осматривает останки комплекса, кишащие мутантами и зомби. От того же охранника Родриго Крис узнает, что Клэр уже выбралась с острова. Вскоре охранника убивает гигантский мутировавший червь, которого в свою очередь убивает Крис. Далее он встретит Альберта Уэскера, которого наняла новая организация для поимки Алексии и получения образца вируса Т-Вероника. В схватке Вэскер побеждает Криса, так как из-за вколотого им ранее вируса теперь обладает нечеловеческой силой, однако сразу же оставляет его, когда убеждается, что Алексия проснулась от креосна. После этого Крис забирает в комплексе еще один истребитель и летит на Антарктиду. В особняке убежища Алексии Крис находит сестру, но их разделяют щупальца Алексии, и Клэр в одиночку отправляется на поиски Стива. Найдя его, выясняется, что Алексия успела испытать на нем вирус Т-Веронику, и тот мутирует в большое мускулистое создание. Стив пытается убить Клэр, однако в последний момент его человеческое сознание берет верх, и он уничтожает гигантские щупальца, схватившие Клэр. Вскоре после этого он сам умирает, а перед смертью, вернувшись в человеческую форму, признается в любви Клэр. В это время Вэскер пытается привлечь Алексию на свою сторону, желая завладеть ее вирусом, однако та, используя силу Т-Вероники, дает ему отпор. Вэскер отступает, после чего Крис сам сражается с Алексией, и даже одерживает над ней временную победу, после чего снова отправляется на поиски сестры. Воссоединившись, они пытаются покинуть лабораторию, однако ему снова мешает Алексия, с которой Крис снова вынужден сражаться. Алексия начинает терять человеческие формы и вскоре мутирует в насекомоподобное летающее создание, однако Крису удается победить ее с помощью экспериментального оружия, на этот раз навсегда. Вэскер, как крыса, берет в это время в заложники Клэр, чтобы выманить Криса для схватки. В новом столкновении между ними Вэскер почти побеждает того, однако оказывается задавлен балками. И хоть по итогу он выживает, Крису удается скрыться и вместе с Клэр улететь на истребителе. Антрактическая подземная лаборатория Умбрелла взрывается, однако Вэскеру все же удается выполнить свою миссию, завладев вирусом Т-Вероника из тела ранее погибшего Стива. Четыре года спустя Леон Кеннеди, теперь работающий специальным агентом, отправляется с солдатом Джеком Краузером в Южную Америку, чтобы выследить Хавзера и Дальго, бывшего наркобарона, связанного с корпорацией Умбрелла. В соседней деревне они обнаруживают зараженных, но пробившись через них, находят своего проводника, который утверждает, что некая девушка привела в деревню дьявола, после чего умирает. Леон и Краузер встречают эту девушку, которая своим пением, кажется, успокаивала одного из чудовищ. Забрав ее, они отправляются на лодке вверх по течению к особняку Хавзера и Дальго. Прибыв на место, их встречает сам Хавзер и рассказывает, что лечил эту девушку по имени Мануэлла вирусом Т-Вероники, полученным Вескером, чтобы вылечить ее от неизлечимой болезни. А еще она оказывается его дочь. После небольшой потасовки, трое решают перегруппироваться на вершине плотины и обдумать план. В конце концов, они натыкаются на черенобе органическое оружие, и выясняется, что это мать Мануэллы, а также жена Хавзера, Хильда. Она так сильно мутировала из-за неудачной попытки вылечить болезнь с помощью вируса. Когда начинается замес, она выстреливает шипом и ранит Краузера, тем самым заразив его. А Хавзер пытается одолеть героев, слившись с массивным биооружием под названием Вейкомплекс. Мануэлла фокусирует всю свою силу вируса Т-Вероника и помогает убить горе-папашу, после чего все трое улетают на вертолете. Мануэллу забирают правительство, а Краузера увольняют из армии из-за его ранения. Но в глубине души он знает путь, по которому должен идти, чтобы обуздать свою новую силу. А некоторое время спустя бывший сотрудник Амбреллы Мёрфиус Дюваль захватывает круизный лайнер Спенсер Рейн, принадлежавший Амбрелла и находящийся в Атлантическом океане, после чего заражает Т-Вирусом всю команду судна. Мёрфиус, помешанный на красоте, восстает против корпорации и начинает угрожать снова выпустить в мир Т-Вирус, требуя выкуп от правительства США и Китая в размере 1 миллиарда долларов. Чтобы предотвратить катастрофу, правительственная антирористическая организация отправляет Брюса МакГиверна на лайнер. И проникнув туда, Брюс практически сразу сталкивается с самим Дювалем. В это время на помощь МакГиверну приходит агент китайской разведки Фон Клинк, бросающий гранату в Мёрфиуса. Дюваль оказывается ранен, но успешно скрывается. Будучи раненым, он вкалывает в себя экспериментальную версию вируса T.E.G., впоследствии чего мутирует. Правда, в ходе мутации Дюваль сохраняет человеческие формы, но становится в разы сильнее и быстрее. Вскоре лайнер терпит крушение у небольшого острова, на котором расположена заброшенная свалка для неудачных экспериментов корпорации Амбрелла. Под свалкой расположена ракетная база, из которой Дюваль и планирует распространить T-вирус в США и Китай. В это время китайское правительство решает пойти на условия Дюваля, что сделало присутствие агента Линк на острове ненужным, и ее собирается уничтожить собственное правительство, чтобы она не сорвала договор. Двое еще больше сближаются, противостоя попыткам Дюваля убить их. Но после того, как последнему был нанесен серьезный урон, компонент вируса G в его теле начал преобладать, и в результате он начал неконтролируемо терять человеческие формы, подобно доктору Биркину в Раккун-Сити. Однако Брюсу получается окончательно убить Дюваля и саботировать запуск ракет, что вскоре приводит к их взрыву и разрушению базы Амбрелла на острове. Брюс и Фонг успешно покидают остров. Брюс уговаривает Линк вернуться с ним в США, однако та отказывается, так как хочет вернуться на родину. Тем не менее, перед прощанием Линк целует Брюса. А спустя еще несколько месяцев Джилл Валентайн и Крис Редфилд воссоединяются для выполнения новой миссии. А точнее, они исследуют город в Кавказском регионе России на наличии биорганического оружия. Они быстро обнаруживают, что все в городе заражены Т-вирусом, и приходят к выводу, что во всем виновата Амбрелла. Несмотря на огромное количество зомби, им удается встретить выжившую девочку по имени Анна, а еще позже встретить Вескера, который, кажется, не собирается брать ответственность за случившееся, утверждая, что все это был несчастный случай. Вескер скрывается, а Крис и Джилл вынуждены бежать к машине за гранатометом, чтобы убить напавших на них монстров. Позже агенты снова встречают Вескера в доме девочки. Он говорит, что в сейфе находятся важные исследования Амбреллы, но попытавшись открыть его, происходит взрыв. Своебразная защита от тех, кто попытается украсть эти данные. Но Вескер, как обычно, выживает, к тому же заполучив диск с исследованиями. А Крис и Джилл обнаруживают неподалеку завод Амбреллы, и считают, что он является ключом к разгадке происходящего. Парочка отправляется туда со своими силами противодействия биооружию, чтобы устранить угрозу. Но Сергей Владимир, находящийся там, выпускает Т-вирус, биооружие и смертоносную органическую систему в бронетирана на защиту объекта. Пока Крис и Джилл штурмуют завод, Вескер также проникает на него, где и встречает Сергея Владимира. Тот, недолго думая, заражает себя и мутирует. Вескеру удается его одолеть, после чего он крадет все данные Амбреллы с их суперкомпьютера по имени Красная Королева. А после получения всей нужной ему информации, он стирает все эти данные и уходит за новой целью. А Амбреллу по итогу, наконец, судят и признают виновны в преступлениях, связанных с эпидемией в Раккун-Сити. Террагригия Уничтожение Акваполиса с помощью Регеа Солис, специального спутника, способного отражать солнечные лучи. В результате воздействия концентрированной солнечной энергии все существа были испепелены, а сам город обратился в руины и почти полностью погрузился под воду. С тех пор слухи об организации Эль Вельтра теряются. А спустя еще несколько месяцев Леона Кеннеди отправляют на поиски дочери президента, Эшли Грэм. Ее похитили из колледжа и отвезли в неизвестную глухую деревню в Испании. По прибытию в деревне Леон сталкивается с множеством зараженных жителей неким паразитом Лас Плэгас, а также большая часть этих жителей является частью местного культа Лос Иллюминадос. В то же время Ада Вонг, все еще работающая в конкурирующей компании Амбреллы, отправляется на задание Альбертом Вейскером для получения информации об этом паразите Лас Плэгас. Она видит, как Леон пытается отбиться от зараженных и направляется к церкви, чтобы зазвенеть в колокола, и тем самым отвлечь жителей деревни от агента. И Леон, пережив заварушку, чуть позже встречает Луиса Серу, бывшего исследователя Лос Иллюминадос, которого в данный момент и ищет Ада по приказу Вескера. К сожалению, Леон и Луис попадают в плен, во время которого агенту вводят эмбрион паразита, и последний теряет сознание. Но придя в себя, парням получается освободиться, после чего Луис сбегает. Леон же отправляется к ближайшей церкви, узнав, что Эшли может находиться там, но путь ему преграждает староста деревни Беторес Мендес. Появляется Ада и стреляет в него, тем самым сместив ракурс последнего на себя, но в конце концов в нее попадает дротиком с транквилизатором, после чего та теряет сознание. Несколько часов спустя она просыпается как раз вовремя, чтобы избежать ужасной смерти от топора во время жертвоприношения. Победив своих противников, Ада использует лифт и продолжает путь. Тем временем Леон сталкивается с огромным существом, Дель Лагу. Леон наносит большие повреждения ему, но сильные головные боли вызывают у него головокружение, и он теряет сознание в ближайшей хижине. После того, как он пришел в сознание, Леон получает ключ, чтобы открыть церковь, где держат Эшли. На обратном пути они встречают руководителя Лос Иллюминадос, Озмунда Сэдлера, и он рассказывает им, что заражен не только Леон, но и Эшли. Лос Иллюминадос хотят, чтобы Леон с Эшли вернулись к президенту, заразили того паразитом, после чего культ сможет взять главу США под свой контроль. Леон вместе с Эшли сбегают от него и направляются к точке эвакуации. На пути они встречают Луиса и отбиваются от бесконечной толпы зараженных. А когда атака заканчивается, Леон и Луис снова разделяются. Последний встречается с Адой и сообщает ей, что уходит за образцом паразита для нее. А Леон с Эшли узнают, что эвакуационный вертолет был сбит. После путешествия по каньону Леон снова встречается со старостой деревней Виторосом Мендесом. И после победы над ним он берет его искусственный глаз и использует его, чтобы открыть дверь, которая ведет к замку. Леон и Эшли считают, что не могут укрыться в нем, пока другой вертолет не прибыл. Внутри замка Леон встречает Рамона Салазара, хозяина этого сооружения. Салазару 20 лет, несмотря на его внешний вид. Он объясняет, что тоже заражен паразитом, но доминирующим видом, который позволяет ему полностью контролировать свое тело, а также других зараженных. Леон и Эшли убегают вглубь замка, но Эшли начинает кашлять кровью, показывая этим симптомы развития Лас Плагас. Понимая это, девушка немного становится ку-ку и убегает от Леона, из-за чего ее снова берут в плен. В поисках Эшли Леон снова встречает Аду, и при расспросах, какого черта она здесь делает, она не раскрывает ему свои планы, после чего скрывается. Как обычно. Когда Леон находит Эшли и собирается спасти ее, Луис приносит препарат для подавления роста паразита и образец доминирующего зародыша Лас Плагас, но его убивает Садлер и забирает образец паразита, который Луис добыл для Ады. На последнем дыхании Луис дает Леону лекарство и предупреждает, что тот обязан забрать образец у Садлера. А наблюдавшая за всем происходящим Ада связывается с Вескером и сообщает ему о случившемся. В то время как Леон не может добраться до Эшли, она самостоятельно ищет путь к нему, но ее снова похищают и Салазар планирует провести над ней ритуал, из-за чего ее перевозят на остров. Леон убивает мутировавшего Салазара и встречает Аду на катере, который предлагает отвезти его на тот самый остров, чтобы спасти Эшли. Как только они прибывают на место, Ада снова покидает Леона и направляется на встречу с Джеком Краузером, который теперь тоже работает на Вескера. Они обсуждают свой план по получению образца, и как только Ада уходит, Вескер сообщает ей, что главная миссия Краузера здесь – это убить Леона Кеннеди. Тем временем в исследовательском центре Леон находит Эшли, и они сбегают, но натыкаются на Садлера. Тот демонстрирует им, что паразит в их теле уже развился достаточным, чтобы Садлер мог управлять ими. Эшли присоединяется к нему, а Леон остается лежать на полу, будучи недееспособным. Когда же к нему возвращается способность двигаться, он снова отправляется на поиски Эшли, но на него нападает Краузер. Во время стычки бывший коллега почти расправляется с Леоном, но появившаяся Ада стреляет в своего напарника, заставляя того отступить, после чего и сама сбегает. Леон продолжает поиски девчонки и в конце концов снова натыкаясь на Краузера, ранее инфицированная рука которого полностью мутирует, прежде чем они начнут сражение. Но перекачанный военный, зараженный вирусом, не в состоянии одолеть Леона и закономерно проигрывает в сражении. Ада сообщает о смерти Краузера Вескеру, который решает теперь использовать Леона, а точнее, чтобы тот убил Садлера. Независимо от того, кто победит, он не выйдет из драки невредимым, и Вескер поручает Аде прикончить того, кто останется в живых по итогу. Чуть позже Леон и Ада снова пересекаются, но во время этой встречи паразит в теле Леона дает о себе знать, и он нападает на нее. Ада ранит Леона, чтобы вывести его ненадолго из строя, из-за чего они снова разделяются. Когда Ада собирается продвигаться вперед, ее чуть не убивает летящая в нее балка. Краузер, все же переживший бой с Леоном, намерен отплатить Аде за ее предательство. Однако Ада тщательно изучила его боевой стиль, и несмотря на его руку, она побеждает своего старого союзника, убив его навсегда. Леон, наконец, находит Эшли и пытается противостоять Садлеру, но снова вмешивается Ада и отвлекает Садлера на себя. Тем самым дав время Леону освободить Эшли. В схватке Ада временно побеждает Глоукульта, но не успевает завладеть образцом, так как Садлер приходит в себя и берет ее в заложники. Леон находит оборудование, способное вывести Лас Плэгас из носителя без вреда организму, и вместе с Эшли они избавляются от паразитов в их телах. После чего Леон оставляет Эшли и отправляется на крышу объекта, чтобы найти там Садлера и Аду. Кеннеди освобождает последнюю, и объединившись, они сражаются с мутировавшим чудовищем. Во время битвы Ада находит ракетницу и снова бросает ее Леону, благодаря чему Садлер, наконец, погибает. После заварушки Леон получает образец, но Ада под дулом пистолета заставляет передать его ей, после чего улетает на вертолете, правда оставив Леону и Эшли свой гидроцикл, с помощью которого парочке удается покинуть остров, прям перед его разрушением. Спустя несколько месяцев появляются данные о неопознанных формах жизни на побережье, расположенном неподалеку от ранее разрушенного города Террагригория. ФБС отцепляет территорию побережья, и на исследование прибывает руководитель неправительственной организации, направленной на борьбу с биотерроризмом, Клейв О'Брайен, и двое оперативных агентов, Джилл Валентайн и Паркер Лучиани. Осмотрев странные туши, Джилл и Паркер находят образец вируса и передают его руководителю для отправки на экспертизу. Вскоре О'Брайен получает экстренное сообщение от штаба о потере связи с другими оперативниками, Крисом Рэдфилдом и Джессикой Шарават. Джилл и Паркер получают координаты последнего местоположения коллег и отправляются на поисково-спасательную операцию. На буксире агенты добираются до места назначения и видят там огромный лайнер под названием Королева Зенобия. Приступив к расследованию, Джилл и Паркер понимают, что весь экипаж погиб, а сам корабль заполонили зомби нового вида. Уничтожая мутантов, напарники находят Криса в одном из помещений корабля, однако это оказывается лишь манекен. Внезапно каюта наполняется газом, Джилл и Паркер теряют сознание, а в помещение заходит человек в противогазе и экипировке Эль Вельтро, террористической организации, за плечами которой стоит заражение города Терра Григория. А в это же время Крис Редфилд и Джессика Шарават находились вообще в другом месте, где-то в горах Финляндии. В ходе операции агентам удается найти аэропорт, использовавшийся организацией Вельтро, и они докладывают об этом в штаб. А Брайан сообщает напарникам, что связь с Джилл и Паркером была утеряна, и что он очевидно отправил их положенные наводки. Получив приказ, теперь Крис и Джессика отправляются на поиски коллег в Средиземное море. Джилл и Паркер тем временем приходят в себя в разных каютах корабля. Отыскав свое снаряжение и объединившись, агенты начинают исследовать корабль, кишащий мутантами, которые, как оказалось, раньше были членами экипажа. Однако заразились каким-то новым штаммом вируса. На капитанском мостике Джилл и Паркер встречают Реймонда Уэстера, агента ФБС. Он умалчивает о цели своего прибытия, однако дает Джилл некоторые подсказки, помогающие в исследовании корабля. Агенты узнают, что королева Зенобия ранее принадлежала компании Парагуас Лайн Компани, дочерняя компания печально известной Амбреллы. Архитектором корабля был сам Джордж Тревор, а позже это судно попало в руки организации Вэльтро. И она использовала этот лайнер для нападения на Терра Григорию. После агенты получают послание от лидера террористов Джека Нормана, который демонстрирует новый штамм вируса Т-Безна, который и использовался на королеве Зенобия. Норман угрожает заразить этим вирусом одну пятую всего мирового океана, а Брайан решает отправить на ранее найденный аэропорт террористов и еще двух агентов Квинта Кэтчмана и Кита Ламли, чтобы те выяснили истинные мотивы Эль Вэльтро. На корабле Джилл и Паркер отправляются восстанавливать электроэнергию, но в попытках перезапустить двигатель включается блокировка дверей, а помещение начинает заливать водой. А тем временем, оказавшись в Финляндии, Кит и Квинт проникают в подземную часть аэропорта. На камерах слежения в одном из помещений они видят, что агенты Вэльтро, находящиеся на базе, были атакованы и убиты невидимыми мутантами, которые заражены вирусом Т-Безна. Забрав с трупа одного из террористов устройство доступа к компьютерам, Квинт и Кит добираются до самолета Вэльтро, упавшего неподалеку от аэропорта. После чего Квинт взламывает доступ к одному из уцелевших компьютеров, и ему удается найти настоящие координаты королевы Зенобии. Он отправляет эти данные О'Брайану, а тот в свою очередь передает их Крису и Джессике. После чего последние добираются до судна в поисках своих коллег, но ни Джилл, ни Паркера там нет. В машинном отделении Крис и Джессика понимают, что находятся вообще на другом судне под названием Королева Семирамида. Оказывается, что у Эль Вэльтро было два корабля. Джилл и Паркер тем временем находятся на Королеве Зенобии, где затопило уже почти все помещения, но открыв люк, им получается выбраться из ловушки и отключить подачу воды. Но возникает новая проблема. Главное, антенна неисправна. Добравшись до щитка, Джилл чинит антенну, и они связываются с О'Брайаном, доложив ему обстановку. В это же время Абрайану поступает сигнал о том, что Морган Лейнсделл, который и уничтожил город Террагригою с помощью спутника, дабы испепелить там всех зараженных, планирует сделать то же самое с кораблем, на котором сейчас находятся Джилл и Паркер. Агенты просят, чтобы их эвакуировали, но Абрайан лишь говорит, что не может дать такой приказ, так как спасатели банально не успеют, а Крис слишком далеко. Но по рации глава Абрайан дает советы, как обмануть спутник. Агенты выпускают беспилотник, который с помощью отражателя отводит луч в сторону, тем самым предотвратив разрушение корабля. Однако удар спутника вызывает сильные волны, которые частично затапливают судно. Уже в казино корабля Джилл и Паркер снова встречают агента Эль Вельтро, который решает рассказать им некую правду, однако в это время в него стреляет Джессика, прибывшая вместе с Крисом на Зенобию. Паркер пытается расспросить агента Вельтро и, сняв маску, обнаруживает под ней Реймонда Вестера, ранее встреченного агента ФБС. Перед смертью Вестер что-то шепчет на ухо Паркеру, после чего агенты перегруппировываются. Джилл удаляется вместе с Крисом, а Паркер и Джессика отправляются устранять неполадки на корабле. Тем временем Кит и Квинт находят доказательства того, что организация Эль Вельтро на самом деле никогда не возвращалась после терактов Теракригрии, а истинный виновник происходящего, организовавший весь этот спектакль, их собственный руководитель, О'Брайен. В это время ФБС находит аэропорт и отдает приказ авиации о его уничтожении. Квинт и Кит едва не погибают под обстрелом, однако успешно выбираются. Параллельно с этим на Зенобии Крис и Джилл находят кишащую мутантами лабораторию и огромный сосуд с вирусом Т-безда, который террористы и планировали выпустить в океан. Агентам удается нейтрализовать вирус, и из найденных данных Джилл выясняет всю правду о происходящем. Как оказалось, теракт в Теракригрии был проспонсирован командующим ФБС Морганом Лейнсдейлом. Благодаря панике в городе, Лейнсдейл расширил свою власть и полномочия как руководителя ФБС. А уже после трагедии он организовал утечку вируса на обоих кораблях, таким образом избавившись от членов группировки Вэльтро. Тем временем Паркер держит под прицелом Джессику, ведь Реймонд перед своей смертью сообщил ему, что Джессика шпион в рядах организаций и работает на Моргана Лейнсдейла. В этот момент появляется и сам Реймонд, выживший благодаря бронежилету. Он говорит, что Джессика сейчас пытается активировать механизм самоуничтожения корабля, чтобы уничтожить все доказательства, компрометирующие ее начальника Лейнсдейла. Джессика подтверждает все сказанное, стреляет в Паркера и все же запускает самоуничтожение судна. Реймонд хватается за ней в погоню, оставив раненого Паркера, но чуть позже Джилл и Крис находят его. Агенты пытаются эвакуироваться, но проходя по одному из мостиков, Паркер падает вниз. Крис и Джилл выбираются на нос корабля, где их атакует гигантский мутант, который также уничтожает спасательный вертолет. Но к счастью, на помощь Крису и Джилл прилетает другой вертолет, пилотируемый Кирком Мэттисоном. Он помогает двум агентам уничтожить гигантского мутанта и эвакуирует их с тонущего корабля. Уже в вертолете Крис и Джилл узнают, что весь этот цирк с возвращением террористов был спланирован Абрайаном исключительно для того, чтобы вывести Лейнстейла на чистую воду. И он не сообщал о своих планах, как раз опасаясь, что в рядах агентов есть шпион. Но оба лайнера уничтожены и получается, что улик нет. Однако, Квинт выясняет, что у организации был еще и третий корабль, Королева Дидона, затонувший как раз где-то рядом. Джилл и Крис выдвигаются на его поиски. А тем временем на тонущем корабле Реймонд находит живого Паркера, кто бы мог подумать, и сообщает тому, что Джессике все же удалось скрыться, после чего помогает Пухляшу. В это же время в штаб-квартиру организации, направленной на борьбу с биотерроризмом, врываются оперативники ФБС во главе с Морганом Лейнстейлом. Он решает обвинить О'Брайана в сотрудничестве с террористами, решив тем самым переложить всю вину на него. А параллельно с этим агенты находят под водой затонувшую Дидону. Внутри корабля напарники натыкаются на трупы агентов Вельтра и оперативников ФБС. В поисках улик против Моргана Лейнстейла они находят в тронном зале лидера организации Вельтра, Джека Нормана. За многие месяцы пребывания в таких условиях он немного поехал крышей, и увидев Крис и Джилл, вводит себе образец вируса Т-безда и начинает мутировать. После ожесточенной схватки напарникам удается убить его, поставив точку на всей организации Вельтра. Получив КПК Нормана, они передают в штаб видеозаписи с доказательствами причастности Лейнстейла к уничтожению целого города, Террагригрии. И после трансляции в штабе, Абрайан отдает приказ оперативникам ФБС об аресте их собственного руководителя. После всего этого, ФБС распускается с дальнейшим переподчинением всех ресурсов в пользу организации, направленной на борьбу с биотерроризмом. Руководитель Абрайан берет на себя ответственность за происшедшее и, несмотря на всеобщее уважение, уходит в отставку, оставшись лишь советником организации. Террасейф Спустя небольшое время Клэр Редфилд, которая теперь работает в организации нейтрализующей биологические и химические катастрофы под названием Террасейф, прибывает в аэропорт, чтобы встретиться со своей подругой и ее племянницей по имени Ранни. В Индии тем временем проходят протесты из-за вспышки Т-вируса, который, как полагает большинство, был вызван из-за компании Уиллфарма, якобы ставящей эксперименты с вирусом на живых людях. Внезапно в аэропорту появляется зараженный Т-вирусом и происходит полномасштабная вспышка зараженных. В суматохе Клэр замечает удивительно спокойного бывшего исследователя Уиллфармы, Кертиса Миллера. Помимо всех бед, в здание аэропорта врезается самолет, экипаж и пассажиры которого также заражены Т-вирусом. Клэру дается спасти девочку Ранни, сенатора Рона Дэвиса и одного сотрудника авиакомпании, и все они запираются в комнате ожидания. Ближе к ночи группа спецреагирования и морпехи США блокируют аэропорт и устанавливают карантин, заперев тем самым всех выживших. Среди вояк находится и Леон Кеннеди, который решает отправиться на помощь своей давней подруге, взяв с собой двух помощников. Пробравшись в аэропорт, Трио отбивается от зомби и проникает в комнату ожидания, где находятся Клэр и остальные выжившие. Все вместе они пытаются покинуть аэропорт, однако одного из членов команды кусают, и он задерживает толпу зомби, тем самым давая возможность остальным двигаться дальше. Выбравшись снаружи, Леон связывается с Ингрид Ханниган, который является контактным лицом в службе поддержки полевых операций США. Выясняется, что нападение на аэропорт было террористической акцией, но к счастью армия США смогла взять в плен связного террористов, и на данный момент его уже допрашивают. Тем временем к аэропорту приезжают грузовики компании Вилл Фарма, чем Джилл явно недовольна. Но исследователь этой компании Фредерик Даунинг уверяет девушку, что внутри грузовиков противоядие от Т-вируса. Подключившийся к разговору Леон подтверждает все ранее сказанное. На самом деле Вилл Фарма не была причиной вспышки инфекции в Индии, где из-за этого идут протесты. Компания лишь хотела ее остановить, и сделала это вполне успешно в ходе испытаний. Получается, что уже есть готовое лекарство против Т-вируса, но из-за организации TerraSafe это стало невозможным, так как она всячески тормозила и мешала разработке вакцины. Джилл, будучи агентом этой организации, начинает испытывать лютейшее чувство вины. Но через несколько мгновений все грузовики с вакциной резко взрываются, и выясняется, что это были все существующие образцы вакцины у компании. И больше, собственно, нет. Сенатор Дэвис требует у Леона ответы, и последний рассказывает, что некая террористическая организация хочет узнать правду. А точнее, имена всех, кто был причастен к изготовлению Т-вируса, а также узнать, кто виновен в инциденте, происшедшем в Раккун-Сити несколько лет назад. А если террористам не дадут эти самые имена, то они заразят все США. Кто эти террористы? Толком никто не знает, но Клэр вспоминает, что видела в аэропорту перед терактом Кертиса Миллера. Анджела, девушка, которая помогала Леону в освобождении Клэр и Сенатора, говорит, что это ее брат. Поэтому она и Леон отправляются к нему, а Клэр и Фредерик выдвигаются в Виллфарму. За последними двумя наблюдает уже под надоевший своим нытьем Сенатор. Анджела и Леон, прибыв на место, обнаруживают, что дом Кертиса объят пламенем. Девушка находит фото с ним и говорит Леону, что жена и ребенок ее брата погибли в Раккун-Сити во время вспышки вируса. А Клэр и Фредерик добираются до лаборатории, и последний получает звонок от Сенатора. Он явно недоволен тем, что Фредерик припер с собой агента TerraSafe, и настоятельно просит того не рассказывать ей ничего важного. Но желание охмурить молодую красотку оказывается сильнее, нежели чем сохранить тайны компании. И он рассказывает Клэр, что у Виллфармы все же остался образец G-Virus, который Уильям Биркин создал еще, когда работал на Umbrella. И Виллфарма использует этот образец для создания вакцины от вируса. Ученая отправляет в серверную из-за каких-то неполадок, а Клэр звонит Леону и рассказывает обо всем, что узнала. А точнее, что G-Virus есть у корпорации Виллфарма, и то, что Сенатор все это тщательно скрывает. После разговора с Клэр связывается Фредерик и просит ее пройти в отсек, где и хранится вирус. Ведь ученый обнаружил там бомбу, и это грозит новой вспышкой вируса. В этот же момент Клэр видит, как из помещения выходит Кертис Миллер. Не успевая ничего предпринять, она теряет сознание из-за взрыва. На место прибывает Анжела и Леон, и сразу же решают разделиться. Леон поднимается наверх и находит раненую Клэр, после чего просит ее уходить отсюда. А Анжела отправляется в отсек, где хранился G-Virus, и обнаруживает сначала пустой шприц, а после и своего брата Кертиса. Он объясняет все свои действия, что просто обязан рассказать всем правду о том, кто виновен в инциденте, произошедшем в Раккун-Сити. Но во время его души раздирающего монолога прибывает пехота и окружает его, после чего он начинает мутировать. Клэр же тем временем добирается в диспетчерскую. Пока мутировавший Крис смесят глину военным, прибывает Леон и обрушивает на последнего строительные леса, тем самым временно отключив его. Анжела и Леон помогают оставшимся военным добраться до лифта, чтобы те спаслись, как вдруг в здании начинает распыляться горючая жидкость, и звучит объявление о самоуничтожении комплекса через пять минут. Крис приходит в себя, мутирая еще сильнее и добивает оставшихся военных, после чего переключается на Анжелу. Перед самим взрывом Леон и Анжела успевают спрыгнуть в резервуар с водой и попадают в систему подземных лабораторий, но не успевают они передохнуть, как снова появляется брат Анжелы. В суматохе герои разделяются, и девушка роняет семейное фото, которое позже увидит Кертис. Это временно дает ему верх над вирусом, и он просит свою сестру уйти, но дура отказывается, благо вмешивается адекватный Леон и спасает ее от падения в пропасть. Тем временем в диспетчерской Клэр обнаруживает, что система безопасности объекта записывала все, что происходило ранее с Кертисом. Недоумевая, она отправляется увидеться с Сенатором, который только что прибыл. Клэр начинает обвинять его в том, что это он стоит за террористическими атаками, ведь именно из-за них Уилл Фарма начала делать вакцину, и на финансах Сенатора это сказалось более чем хорошо, так как он является инвестором этой самой компании. Но вмешивается Леон и говорит, что Сенатор здесь вообще ни при чем, ведь связной, захваченный в плен ранее, наконец заговорил. Выясняется, что человеком, стоявшим за терактами в Индии и в аэропорту, был никто иной, как Фредерик, который инсценировал свою смерть, сбежал с вирусом Т, вакциной и информацией о Дживирусе, в надежде продать все это добро настоящим террористам. Клэр, Анджелой и Леон находят горе предпринимателя, тем самым предотвратив продажу вируса. На следующий день Клэр и Леон в последний раз встречаются с Анджелой, и рассказывают ей, что Фредерик во всем признался. Как выяснилось, раньше он вообще был исследователем Амбреллы в Раккун-Сити, но успел сбежать с вирусом до уничтожения города. После чего Леон улетает на вертолете, а Клэр воссоединяется с Ранни и ее тетей. Но позже нам показывают мертвого Сенатора в его же офисе. Все его файлы о вирусах и фармацептических компаниях стираются с его компьютера неизвестной личностью, а корпорация Трейсл, конкурента Амбреллы, выкупает все, что осталось от Виллфармы, и находит кусок хвоста, мутировавшего Кертиса. Спустя немного времени Альянс противодействия биотерроризму, который я буду называть БСА, получает информацию о местонахождении основателя Амбрелла, Озвола Спенсера. Крису Редфилду и Джилл Валентайн поручено совершить набег на его поместье и арестовать пожилого человека в надежде, что у него будет информация о том, где найти Альберта Уэскера. А тем временем сам Вэскер вместе со Спенсером ведут беседу, из которой последний рассказывает Альберту о том, что он был создан как часть эксперимента под названием «Вэскер». Так эксперимент назвали в честь самого Альберта. Амбрелла забирала детей у интеллектуально одаренных родителей, перевоспитывала и с помощью вируса превращала в сверхлюдей, а затем использовала в собственных целях. И из этого эксперимента Альберт был самым одаренным среди остальных детей. И после такой правды Альберт пронзает тело Спенсера своей рукой, моментально убив его. Прибыв на место, Крис и Джилл обнаруживают, что охрана мертва, а достигнув кабинета Спенсера, обнаруживают его мертвым с рядом стоящим Вэскером. Агенты, не теряя времени, пытаются задержать его, но их усилия не увенчались успехом из-за сверхчеловеческой скорости и силы последнего. Когда Вэскер готовится нанести удар, который положит конец жизни Криса, Джилл, без колебаний, приносит высшую жертву, чтобы спасти жизнь напарника, самоотверженно бросаясь на Вэскера, отправляя их обоих через окно в обрыв. Крис ничего не может сделать, кроме как беспомощно наблюдать, как его напарница падает вниз. Три года спустя после этого его отправляют в западноафриканский автономный район, чтобы пресечь сделку некоего Рикарда Ирвина с террористами по продаже биооружия. В поселении Крис встречается с новой напарницей, Шевой Аламар, а также с информатором БСА из местных, который сообщает им местонахождение Ирвина. Крис и Шева двигаются к этому месту, чтобы соединиться с подразделением БСА Альфа, однако по пути Крис и Шева замечают, что местные жители заражены паразитом наподобие Лас Плэгас. Агентам удается добраться до места встречи с отрядом Альфа, однако они обнаруживают, что Рикарда Ирвина нет и то, что отряд Альфа полностью уничтожен. Лишь командир отряда, капитан Дешант, успевает перед смертью дать агентам некие файлы, сказав, что Рикарда их подставил, из-за чего отряд и погиб. Узнав о происходящем, штаб БСА высылает на помощь агентам отряд Дельта, пока пара героев пытается спасти свои жизни. По итогу они попадают в засаду, и только в последний момент к ним на помощь приходят бойцы подразделения БСА. Командир отряда Дельта, Джош Стоун, дает Крису КПК с информацией, согласно которой Ирвин использует в Африке новый тип паразитов, Лас Плэгас, отличающийся от первого практически мгновенным усвоением паразита организмом. Кроме того, среди фотографий на КПК Крис находит фото бывшей напарницы Джилл Валентайн, которая, как вы помните, погибла на задании три года назад. Дельта остается зачищать город, а Крис и Шева отправляются в офис Ирвина, неподалеку от местных шахт в горах. Когда агенты находят его и загоняют в угол, тот сбегает при помощи некой женщины в капюшоне птичьей маске, которая натравливает на агентов биооружие. После победы над неприятелем появляется член команды Дельта, Дэйв Джонсон, чтобы доставить агентов на нефтяное месторождение в надежде поймать там Ирвина. Но доехав до города, они видят, что отряд Дельта уничтожен атаковавшим их мутантом, который позже убьет и Дэйва. Однако сам окажется уничтожен Крисом и Шевой. Далее Крис принимает решение продолжать миссию в одиночку, даже в отсутствии поддержки. Так как уверен, что Джилл жива и в опасности, Шева решает двигаться с ним. Прибыв на болото, Крис и Шева узнают, что местные дикари заражены еще более совершенным типом Лас Плэгас и приобрели новые мутации, а источником их заражения был нефтеперерабатывающий завод Ирвина. Пробившись через деревню зараженных дикарей и обнаружив палатки с логотипом корпорации Трейсел, агенты добираются до завода и встречают одного из выживших в деревне – Джоша. Вместе они преследуют Ирвина, однако обнаруживают, что он снова скрылся, уплыв по реке на военном катере и заминировав завод. Взяв одну из моторных лодок, бойцы БСА тоже плывут по реке, отбиваясь от преследующих зомби, после чего догоняют катер Ирвина. Чтобы уничтожить агентов, он вкалывает себе образец доминантного плаги и мутирует в гигантское водное чудовище. Однако Крис и Шева побеждают его. Перед смертью Ирвин сообщает, что ответ агенты найдут в неких пещерах и что в деле замешана некая Экселла. Троица добираются до пещеры и обнаруживают, что напарница Ирвина в птичьей маске скрылась где-то здесь. Джош отправляется за помощью, а Крис и Шева углубляются в пещеру. Тем временем та самая Экселла, которая оказывается директором компании Трейселл, обсуждает разработку нового вируса Ураборос с самим Альбертом Уэскером, который судя по всему выжил после падения в обрыв. Крис и Шева находят в пещерах некий подземный сад со странными цветами, а рядом с садом вход в одну из подземных лабораторий корпорации Амбрелла. Кроме того, оперативники узнают, что именно в Африке корпорация Амбрелла когда-то вывела свой вирус-прародитель из тех самых цветов в подземном саду. А сейчас Трейселл с помощью тех же самых цветов смешала вирус-прародитель с паразитами Лас Плэгас, создав новый вирус Ураборос. Попав в одну из комнат с подопытными, Крис использует компьютер, чтобы выяснить, в какой из капсул может находиться его бывшая напарница Джилл Валентайн. Но на них нападает гигантское существо, зараженное Лас Плэгас, после победы над которым Крис находит капсулу с Джилл, но обнаруживает, что она пуста. Агенты продолжают свой путь в лабораториях и встречают Экселлу, но задержать ее агентам мешает та самая женщина в птичьей маске. В это же время появляется злейший враг Криса, Альберт Вескер. Он открывает лицо женщины в капюшоне, и ей оказывается Джилл Валентайн, почему-то исполняющая приказы Вескера. Последний сообщает, что у него есть 7 свободных минут, чтобы поиграть с Крисом, после чего вместить Джилл он нападает на Криса и Шеву. Вескер не успевает убить Криса за 7 минут, поэтому он приказывает сделать это Джилл, а сам уходит. Крис обнаруживает, что на груди у нее закреплено некое устройство, которое и заставляет ее подчиняться Вескеру. Крис и Шева срывают с Джилл устройство, и к ней возвращается ее сознание. Девушка извиняется перед агентами за свои действия и просит их остановить Вескера пока не поздно, ведь он хочет распространить вирус Ураборос по всему миру. Вескер и Эксела покидают подземелье и уплывают на огромном танкере Трайселл, но Крису и Шеве получается тайком проникнуть на судно. А тем временем обессиленную Джилл находит Джош, который вернулся в пещеры в поисках Криса и Шеве. Он берет Джилл и они добираются до вертолета, чтобы нагнать Редфилда. На корабле агенты находят Экселлу со странной сывороткой, но на этот раз она уже и сама заражена Ураборосом. Сделал это, к слову, сам Вескер, чтобы остановить агентов, предав тем самым доверящуюся ему Экселлу. Сливаясь с горой человеческих тел, зараженная девушка превращается в гигантское чудовище, начавшее крушить весь корабль. Но Крису и Шеве удается уничтожить монстра с помощью спутниково-лазерного устройства. После победы с агентами связывается Джилл и говорит, что вакцина, найденная ими ранее, способна временно лишить Вескера сверхспособности и тем самым ослабив его. В ангаре Крис и Шеве находят Альберта, а также стелс-бомбардировщик, с помощью которого тот и планирует распространить Ураборос. Завязывается схватка, в ходе которой Крис и Шеве вкалывают Вескеру вакцину, ослабевшую его. Ослабев, он бежит в свой самолет и взлетает, однако агентам удается тоже проникнуть в бомбардировщик. В небе завязывается новая схватка между ними Вескером, в ходе которой Крису удается взорвать топливный бак, что приводит к разгерметизации самолета. Транспорт падает в вулкан, однако Крису и Шеве удается уцелеть и выйти на свободную от лавы поверхность вулкана. Вескеру тоже удается уцелеть и стремясь отомстить Крису за разрушенный план, он пробивает рукой одну из ракет с Ураборосом и сливается с вирусом. Завязывается последняя схватка между Крисом и Вескером, в ходе которой последний падает в лаву, а Криса и Шеву вовремя спасают прилетевшие на вертолете БСА Джош и Джилл. Пытаясь изо всех сил остановить Криса, тонущий в лаве Вескер цепляется пьявкой-щупальцем за вертолет, утягивая его за собой. Но агенты, вооружившись гранатометами, в унисон выстреливают в Альберта Вескера, окончательно разрушая его и его планы по уничтожению мира. После чего вертолет с агентами покидает вулкан и улетает навстречу к восходящему солнцу. Где-то год спустя Клэр Редфилд посещает вечеринку в честь вступления своей новой напарницы Майры Бертон в ряды антибиотеррористической организации TerraSafe. Мойра – старшая дочь Барри Бертона, бывшего специалиста по оружию в отряде Альфа, спецподразделения Старс, а ныне агента БСА. Клэр отводит в сторону ее начальник Нил Фишер. Внезапно в здание обрываются вооруженные наемники, после чего все присутствующие на вечеринке теряют сознание. Придя в себя в заброшенной тюрьме, Клэр обнаруживает, что камера, в которой она находится, каким-то образом открывается. На своей руке она замечает странный браслет, цвет которого меняется в зависимости от уровня ее страха. И после того, как Клэр находит Мойру, они начинают искать выход из тюрьмы. Через браслеты с ними выходит на связь некая надзирательница, и выбравшись из тюрьмы, они забираются на радиовышку, чтобы подать сигнал бедствия. Но осмотревшись, они понимают, что находятся на острове. Мойра посылает сигнал бедствия, и они продолжают исследовать остров. В конце концов, они встречают и других членов TerraSafe, Габриэля Чавеза и Педро Фернандеза, в заброшенном баре. Они вместе обыскивают местность, чтобы найти детали для ремонта вертолета, и Габриэль остается его ремонтировать. Но надзирательница активирует сирену, из-за чего привлекает различных мутантов. Позже Клэр получается отключить сирену, но Педро неожиданно начинает мутировать, а надзирательница сообщает выжившим, что им всем ввели новый вирус Т-фобос, реагирующий на страх. Из-за этого Педро, который постоянно паниковал, превращается в чудовище, от которого Клэр и Мойре, к счастью, удается спастись. Снаружи их замечает начальник Клэр, Нил Фишер, и он помогает дамам сбежать через подземный тоннель. На другой стороне тоннеля Клэр замечает вдалеке башню, и решив, что надзиратель находится там, она, Мойра и Нил отправляются туда. В процессе пути девушек и Нила разойдутся, так как он останется отвлекать монстров, чтобы милые дамы могли пройти дальше. По пути Клэр и Мойра встречают маленькую девочку по имени Наталья Корда, выжившую в инциденте на Террагригори 7 лет назад, и взяв ее с собой, они продолжают путь вместе. Добравшись до башни, один из ранее упомянутых сотрудников Террасейф, Габриэль Чавес, пребывает уже на работающем вертолете, однако надзирательница выводит из строя панель, в результате чего тот теряет управление, тем самым вызвав страх и как следствие мутацию у Габриэля, из-за чего он разбивается вместе с вертолетом. Ко всему этому во всей этой суматохе пропадает Наталья. У входа в башню Клэр находит записку, указывающую им на ближайшую фабрику. Там они решают несколько головоломок, но по итогу фабрика взрывается из-за надзирательницы, хоть девушки и успевают спастись. Позже они встретят пожилого уроженца острова по имени Евгений, который не шибко рад гостям, но позволяет пройти им дальше через канализацию. Девушки снова добираются до башни, и внутри находят кабинет и список сотрудников Террасейф, который был у Нила на вечеринке, но в этом списке перечеркнуты некоторые имена. Позже девушки видят и самого Нила Фишера на мониторе, к которому подходит надзирательница. Из разговора становится ясно, что именно он стоял за захватом Террасейф, да и вообще раньше он был шестеркой Моргана Лейнсдейла, который, как вы помните, стоял за разрушением водного города Террагригория. Но перед тем, как Лейнсдейла раскрыли, он все же успел передать эстафету по созданию новой биологической угрозы Нилу. После чего надзирательница вводит последнему вирус, и трансляция прерывается. Позже Клэр и Мойре найдут Нила, но он начинает мутировать у них на глазах. В процессе битвы чудовище хватает Клэр, и Мойре ничего не остается, как взять рядом лежащий пистолет и помочь напарнице, но параллельно с этим в ее голове всплывают флэшбеки. Когда Мойра была маленькая, она и ее младшая сестра решили поиграться с пистолетом отца, и в процессе Мойра нечаянно нажала на курок, тем самым убив свою сестру. С тех пор девушка ненавидит оружие, но пересилив себя, она выполняет свой долг, спасая тем самым Клэр. За происходящим наблюдает надзиратель, после чего обращается к Наталье, которая лежит в некой капсуле. Надзиратель говорит, что через 6 месяцев Наталья уже проснется совсем другой. И здесь становится ясно, что цель этой машины перенести сознание надзирателя в тело маленькой Натальи. Тем временем Клэр и Мойра находят кабинет надзирателя, а позже и ее саму. Выясняется, что она сестра Альберта Уэскера. Так же, как и Альберт, она родилась в семье интеллектуально одаренных родителей, и еще детьми их забрали из семьи по личному плану Спенсера, чтобы, как и других детей проекта, перевоспитать и с помощью вируса превратить в сверхлюдей, а затем использовать в своих собственных целях. Она говорит что-то о смерти ее брата и о том, что она разделит его судьбу, став богом. После чего достает пистолет и стреляет себе в голову, тем самым вызывая самоуничтожение верхней части башни. Клэр и Мойра пытаются спастись, но на них летят бетонные плиты. Мойра отталкивает Клэр, а сама оказывается под завалом, быстро истекая кровью. Она говорит Клэр, иди и не оглядывайся, после чего теряет сознание. Клэр в смятении и отчаянии, но ей ничего не остается, как спрыгнуть в воду перед тем, как башня взорвется. Девушка приходит в себя уже в реанимации. Отец Мойры, Барри Бёртон, тоже здесь. Он спрашивает у Клэр, была ли Мойра с ней. Клэр просит прощения у Барри, заявляя, что она сделала все, что могла. Но Мойра не выжила. Но некоторое время спустя, Мойру находит старик из канализации Евгений и спасает ее. Она просит его помочь найти выход с острова, но он отказывает ей. Вместо этого он предлагает ей жилье и обещает научить охотиться, чтобы она могла постоять за себя на острове. Так проходит полгода, и за это время монстры на острове стали слишком неуправляемыми, приведя к нехватке продовольствия. На одной из вылазок за едой старик узнает, что его дочь Ирина умерла на острове из-за вируса, который ей насильно ввели. Раскрытие правды дает ему некое успокоение, и он запирается от Мойры, чуть позже умерев от болезни, который болел долгое время. Тем временем Наталья просыпается и встречает другую версию себя, но только одетую в темное. Девочка расстроена, что не может найти своего плюшевого медведя, и темная версия предлагает ей свою помощь, но выясняется, что это лишь уловка, ведь темная версия девочки это сознание Алекс Вескер, который хочет захватить тело Натальи. Вдруг девочка приходит в себя, оказавшись на пляже, и наблюдает, как к острову приближается катер. Причалив из лодки, выходит Барри Бёртон, хоть Клэр и сказала ему полгода назад, что его старшая дочь мертва, он отказывается в это верить, и поэтому отправился на ее поиски. Он замечает Наталью и просит ее подождать у катера, но Наташа непреклонна, и ему ничего не остается, как взять ее с собой. В процессе исследования острова, Барри узнает, что каким-то образом Наталья может обнаруживать мутантов, словно она чувствует их. Они достигают башни, ныне заброшенной и разрушенной, и внутри находят портрет мужчины и женщины. Барри сразу узнает в мужчине Альберта Вескера, а Наталья говорит, что женщина рядом, его сестра, Алекс Вескер. Внезапно появляется последняя, а точнее ее мутировавшая версия, показывая нам, что с ее самоубийством что-то пошло не так, как планировалось. Выясняется, что между тем, как она нажала на крок и пуля прошибла ее голову, ей стало страшно, тем самым активируя вирус и оставив ее в живых, хоть теперь и в измененном виде. Она говорит, что убила Мойру и намеревается сделать то же самое с Барри, но последний стреляет в потолок и обрушивает его на Алекс, что позволяет Барри и Наталье сбежать. Веря в то, что он не смог защитить свою собственную дочь, отныне Барри клянется защищать маленькую девочку. Вскоре они наткнутся на канализацию и находят там труп Евгения, а также телефон Мойры с сообщением, записанным для Барри, пока она была в ловушке под завалом. Однако позже их нагоняет Алекс и сбрасывает Барри с обрыва. Уэскер выражает свой гнев по поводу того, что ее скопированное сознание еще не овладело Натальей и начинает душить девочку. Однако в последний момент Наталья открывает глаза, Алекс видит в них что-то и это заставляет ее отступить назад. Барри приходит в себя и видит рядом Наталью. Она ведет себя немного странно и не сразу реагирует на расспросы Барри, но вскоре говорит, что Алекс просто куда-то ушла и возможно она может находиться с другой стороны горы. В конце концов парочка находит Алекс и она вводит в себя огромную дозу вируса Уроборос, мутируя в огромное существо с щупальцами. В ходе сражения Алекс откидывает Барри и намеревается убить Наталью, однако появляется Мойра и серии точных попаданий выводит временно чудовище из строя, тем самым дав возможность Барри и Натальи отступить. Алекс бросается за ними в погоню, но на помощь прибывает Клэр на вертолете, вооруженная снайперской винтовкой. Мойра и Наталья садятся в вертолет, а Барри решает вступить в финальный бой, пока Клэр прикрывает его с вертушки. Вдвоем им получается достаточно сильно ослабить Алекс, после чего Клэр достает ракетницу и окончательно уничтожает последнего члена семьи Уэскер. После победы все наконец покидают этот остров, улетев на вертолете, и Барри решает удочерить Наталью и воспитывать ее как собственную дочь. После окончательного краха корпорации Амбрелла ее исследования были проданы на черном рынке, и несмотря на то, что Амбрелла давно уже не существует, ее отголоски до сих пор дают о себе знать. Многие корпорации жаждут завладеть тем, что когда-то принадлежала Амбрелле, и чтобы подготовиться к новому этапу продолжающейся войны с терроризмом, в отношении активов Амбреллы была применена реорганизация, и компания снова начала вести бизнес под руководством нового руководителя. В своей возрожденной форме Амбрелла изменила логотип на синий, чтобы дать понять публике свое отличие от предшественника, но сохранила свое первоначальное название, чтобы также дать понять, что они собираются исправить все ошибки оригинальной Амбреллы. Получив задание помочь войне с террором с использованием архивов Амбреллы, полученных правительством еще в 2003 году, Блю Амбрелла начала изучать эффективные средства борьбы с биооружием. Одним из таких испытуемых стал агент под кодовым названием 3A7 во главе с ведущим ученым Амбреллы Авраамом Джексоном, но после таинственного исчезновения Джексона его место занимает Беатрис Бертнард. Начальство посылает агента на задание, чтобы опробовать новое оборудование, такое как глушитель зомби. Но как только тестирование проходит успешно, начальство пытается убить 3A7, отправляя на еще более опасное задание. Эксперимент заканчивается тем, что 3A7 преодолевает все трудности и переживает все миссии, не на шутку пугая этим свое начальство. Месяц спустя Крис Редфилд, Пирс Ниванс и подразделение БРСА отправляются на миссию в Эдонию, небольшое государство на востоке Европы. Его хватила вспышка нового Ц-вируса и повсюду творятся беспорядки. Параллельно с этим там же, в Эдонии, Шерри Биркин, та самая девочка, пережившая события в Раккун-Сити, а ныне являющаяся правительственным агентом США, разыскивает одного из повстанцев, наемника Джека Мюллера. Ей поручили вывести наемника из Эдонии, так как в его крови находятся антитела, которые могут стать ключом к излечению от Ц-вируса. Она также объясняет, что этот вирус разработан и распространен новой террористической группой под названием Нео Амбрелла. Шерри и Джейка начинают преследовать Устанак, наиболее мощный и умный вид биорганического оружия новой организации Нео Амбрелла, которая снабжала повстанцев биооружием и теперь пытается поймать Джейка для своих целей. Устанак нагоняет пару в старом здании и после короткой схватки с ним Джейк и Шерри проваливаются под хрупкий пол здания. Через подвал двое выбираются до городской площади, где встречают Криса и его отряд, но не успев толком пообщаться, с вертолета на них сбрасывают гигантское существо, которое, к счастью, получается одолеть. После чего Крис решает посадить Шерри и Джейка на вертолет, чтобы доставить их в безопасное место. Однако их полет продолжается недолго, так как их нагоняет Устанак, все еще преследующий Джейка. Хоть чудовищу был дан приказ принести парня живым, он все равно громит вертолет, из-за чего паре молодых людей приходится прыгать с парашютом на заснеженные горы. А тем временем Крис и его отряд находят женщину, которая представляется как Ада Вонг. Она говорит, что ее держат в заложниках Нео Амбрелла. Крис поручает одному из солдат сопровождать Аду, и они уводят ее в безопасное место. Однако все это оказывается ловушкой, и бросив бомбу с С-вирусом, Ада заражает практически весь отряд, превращая их тем самым в мутировавшие коконы, первую стадию заражения этим вирусом. Нетронутыми остаются лишь Крис Редфилд и уже ранее упомянутый Пирс Ниванс. Коконы вылупляются, и один из бывших напарников нападает на Криса, и последний, видимо ошарашенный таким сюрпризом, сильно ударяется головой о пол, получив сотрясение и потеряв сознание. Благо, из этой передряги его вытаскивает напарник. В ближайшей больнице Крис, придя в себя, не помнит, кто он и что произошло, и это заставляет его тайно покинуть медучреждение. Тем временем на заснеженной горе Джейк приходит в себя и обнаруживает, что Шерри ранена обломком вертолета. Последняя просит его вытащить, и когда Джейк это делает, рана девушке чудесным образом затягивается прямо на глазах. Пара находит домик в горах и решает там укрыться от метели. Внутри она в городе и единственной, кто приспособил к себе вирус, даровавший ей способность к регенерации. А также расскажет про Леона и Клэр, а точнее о том, как они спасли ее. Из-за них она в общем-то и решила стать агентом. Неожиданно домик атакует группа зараженных Нео Амбреллы, которые здесь называются Джаво. Парочке удается скрыться, но вскоре они снова встречаются с Устанаком. Им получается убежать снова, но уже на границе их встречает большое сопротивление, и их гигантский преследователь вновь появляется. Устанак нокаутирует Шерри одним ударом, и появляется Ада Вонг, рассказывая Джейку, что его отец это Альберт Уэскер, идиот, намеревавшийся уничтожить мир, а также то, что их родство делает Джейка носителем особенной крови, после чего тиран нокаутирует и его. Шесть месяцев спустя с Адой Вонг связывается советник по национальной безопасности США Дерек Симмонс, который утверждает, что у него есть информация о ней, которая будет иметь решающее значение для ее же будущего. Следуя его инструкциям, она находит подводную лодку и попадает внутрь, используя систему безопасности, которая, как ни странно, активируется с помощью отпечатков пальцев Ады. Внутри она смотрит видео шестимесячной давности, на котором ей давалось задание найти в Восточной Европе сына Альберта Вескера, однако Ада помнит, что никогда не получала и не выполняла такой миссии. Немного позже, во время одной из перестрелок с Джавом, на субмарине происходит взрыв и Аде чудом удается не потонуть и выбраться к торпедному аппарату лодки. Во время подключения аппарата Ада узнает, что завтра планируется атака с вирусом на город Тол-Оукс, а после в Китае и всех крупных городах мира. Но самое интересное то, что ответственность за все это возьмет на Эвамбрелла, во главе которой стоит Ада Вонг. Немного сбитая с толку, Ада отказывается быть козлом отпущения. Думая, что ее хотят подставить, она пробирается в устройство, похожее на торпеду и покидает подводную лодку. На следующий день предупреждения Симмонса сбываются и город Тол-Оукс в США подвергается заражению. Тогда же, когда президент США на семинаре в университете этого же города решает публично высказаться об опасности биооружия и раскрыть всю правду о произошедшем в Раккун-Сити. Президент оказывается заражен, поэтому сопровождающий его агент Леон Кеннеди был вынужден убить его. Хенниган по дистанционной связи сообщает Леону о массовом заражении в городе, а Леон встречает в здании другого агента некую Хелену Харпер, который сообщает, что ответы на вопросы Леона идет в местном соборе. Пройдя через кишащие зомби метро и улицы, Леон и Хелена встречают группу выживших, обороняющихся от мертвецов в вооруженном магазине. Совместно с ними агенты покидают улицы города на школьном автобусе, однако попадают в аварию на окраине города, в ходе которой все выжившие за исключением Леона и Хелены гибнут. Агенты добираются до кладбища, после чего убивая множество зомби и зараженных собак входят в собор, в котором укрылась другая группа выживших. Тем временем ада также прибывает к собору и понимает, что город уже заражен. Шпионка замечает Леона и Хелен и следует за ними. В подвале агенты добираются до некой подземной лаборатории, в которой судя по всему проводились эксперименты с зомби, выведенными с помощью нового Ц-вируса. Там же Леон и Хелена находят некую видеозапись с экспериментом, на которой показано, что из некого кокона появляется женщина, и этой женщиной оказывается давно знакомая Леону ада Вонг. Далее агенты пробираются вглубь лаборатории и находят секрет Хелены, ее сестру Дебору. Девушка просит помочь Леону унести ее сестру в безопасное место, и тот соглашается, но вдруг Дебора начинает кричать от боли и превращаться в один из коконов. Как только мутация заканчивается, появляется ада Вонг и стреляет в нее из арбалета, после чего Дебора начинает мутировать еще сильнее, накинувшись на троицу героев. Победив Дебору или ее мутировавшую версию, Хелен понимает, что ее сестры больше нет, тем самым дав погибнуть последней. Позже девушка рассказывает, в чем вообще дело. Советник по безопасности, тот самый мутный Симмонс, похитил сестру Хелен и угрожал убить ее, если та не поможет убить президента. Ада, как обычно, исчезает, а с Леоном связывается Ингрид, но на экране появляется сам советник, который обвиняет парочку в убийстве президента и приказывает им сдаться. Тем временем, Ада находит секретную лабораторию Симмонса и на видеоролике видит рождение из кокона своего же двойника. В это же время она понимает, что с ней связался не Симмонс, а тот самый двойник, который возглавляет Нео Амбреллу и повинен в катастрофах. Симмонс и его организация Семья желают поддерживать мир в стабильности любыми путями, даже ценой города Толл-Оукс. А двойник Ады хочет уничтожить эту самую стабильность, чтобы навредить Симмонсу и использует облик самой Ады как прикрытие. Убедившись в этом, Ада решает не играть по чужим правилам и, установив бомбу в лаборатории, покидает ее. В подземелье Леон и Хелена сталкиваются с множеством зомби, а также с человеком, мутировавшим под воздействием цивирусов акулоподобного монстра. Но, к счастью, успешно выбираются из подземелья на берег реки, неподалеку от города Толл-Оукс. В это время ВВС США разрушают город, останавливая заражение и уничтожая доказательства причастности Симмонса к вспышке. Хенниган сообщает Леону, что ответственность за катастрофу взяла на себя организация под названием Нео Амбрелла, предпринявшая новую атаку в Китае, куда сейчас направляется сам Симмонс. И чтобы найти ответы, Леон и Хелена решают лететь туда же. Тем временем Крис Редфилд, получивший амнезию на прошлом задании, сидит в баре, напиваясь спиртным. Там его находят другие оперативники БСА во главе с его бывшим подчиненным Пирсом Нивансом и требуют снова присоединиться к организации. Понимая, что это его, наверное, единственный способ вернуть назад свою жизнь и память, Крис решает вернуться в ряды БСА и присоединяется к Пирсу, чтобы возглавить команду Альфа в Китае. В другом месте Клэр Редфилд Китай с миссией предотвратить новую биотеррористическую атаку. А уже в доме Бортона они становятся свидетелем новостей об атаках Цивируса по телевизору. Позже нам показывают Наталью, девочку, которую спас Борри Бортон и удочерил. Она читает стихи, такие же, какие и читала Алекс Вескер, а значит, что последняя все же смогла овладеть телом Натальи. Видимо, именно этот пугнул настоящую Алекс, когда она хотела убить девочку еще на острове. Тем временем, прибыв в Китай, отряд Криса выполняет спасательную операцию по освобождению захваченных мутантами Джава заложников из числа служащих ООН. После этого они покидают точку дислокации, но Крис видит человека в коконе, что вызывает у него воспоминания о событиях шестимесячной давности. Джейк и Шерри же проходят постоянные тесты в исследовательском центре Нео Амбреллы с момента их похищения полгода назад. Но в один прекрасный момент Джейку удается нейтрализовать охрану и отключить питание, что в свою очередь позволяет сбежать и Шерри. Вновь воссоединившись и вернув свое снаряжение, парочка связывается с правительством США и узнают, что начальство Шерри сейчас находится в Китае. Парочка уничтожает множество нападавших на них Джава и выбирается из комплекса замаскированного под особняк. После чего добираются в китайский город Ляншань, который как раз и атакован армией Джава. Значительные силы Нео Амбрелла начинает преследовать пару по всему городу, наконец отрезав им путь к отступлению. Однако на помощь им приходит один из отрядов БСА, возглавляемый как раз Крисом Редфилдом. После спасения молодых отряд Криса отправляется в городскую мэрию, а Шерри и Джейк двигаются дальше, но становятся свидетелями аварийной посадки американского самолета. Они спешат на помощь и встречают там Леона и Хелен. Кеннеди сообщает, что начальник Шерри Дерек Симмонс, занимающий должность советника президента по безопасности, является преступником, замешанным в катастрофе. По вине Симмонса в США был сам президент США. Шерри удивлена таким раскладом, но их беседу тут же прерывает Устанак, который все еще охотится за Джейком. В результате сражения под одну из вышек Лэп что-то взрывается, и упав, она разделяет Леону и Хелен с Шерри и Джейком. Перед тем, как продолжить путь, Шерри сообщает Леону местонахождение Симмонса, и они договариваются встретиться там. Леон и Хелена добираются до объекта и становятся свидетелем того, как фальшивая ада Вонг входит внутрь. Он усталивает последних от выстрелов в аду, утверждая, что Симмонс является истинным зачинщиком происходящего, ведь Леон просто еще не знает, кто есть кто. Эта небольшая задержка дает Лже-Аде шанс скрыться, кинув дымовую шашку и сбежать с неким портфелем. Крис отправляется на ее поиски, а Леон и Хелен отправляются на поиски Симмонса. Тем временем, двигаясь на встречу с Леоном и Хелен в точку, где сейчас находится Симмонс, Джейка и Шерри загоняют в угол биооружие под названием Убийство. Однако неожиданно появляется Ада Вонг, настоящая, которая спасает героев и помогает уничтожить мутанта, после чего снова ускользает. Шерри и Джейк доходят до места встречи с Симмонсом, который уже ведет диалог с Леоном и Хеленой. Симмонс признает свою причастность к происходящему, но пытается оправдать это тем, что все это во благо страны и мира, после чего Леон и Хелена прикрывают Джейка и Шерри, чтобы эти могли дислоцироваться в безопасное место. Однако на Шерри и Джейка неожиданно нападает группа Джава, которые снова берут героев в плен. Тем временем Леон и Хелена продолжают сражаться с людьми Симмонса, но когда виновник торжества уже собирается уходить, некий мужчина заражает его улучшенной версией цивируса. Симмонс пытается спастись на крыше идущего по рельсам поезда, однако агенты догоняют его. Симмонс сообщает Леону, что его целью было сохранение стабильности и влияния США в мире, и что главную вину в происходящем несет женщина, по вине которой он и был заражен, Ада Вонг. А убийство президента было совершено из-за того, что тот хотел раскрыть правду о Раккун-Сити. По мнению Симмонса, это могло привести к краху глобального политического порядка, после чего он мутирует, заставляя Леона и его напарницу с ним сражаться. В конечном итоге, победив неприятеля, поезд сходит с рельс, а Леон и Хелена вынуждены прыгнуть в воду. Нео Амбреллой. На самом верху корабля бойцы выслеживают Аду, однако та сообщает, что даже в случае ее смерти начнется атака, которая должна уничтожить мир, так как у нее есть ракеты, содержащие огромное количество Цивируса. В это время к авианосцу подлетает вертолет организации «Семья», члены которой убивают фальшивую Аду. Пирс открывает кейс, который Ада с собой таскала и обнаруживает усиленный штамм вируса. А после, похитив один из истребителей авианосца, Крис и Пирс атакуют другой авианосец Нео Амбреллы, с которого и планируется запуск ракеты с Цивирусом. Пока Крис с напарником пытаются уничтожить ракету, настоящая Ада проникает на корабль. В одной из кают она находит ту информацию, которую и искала. Ада узнает, что реальное имя ее двойника Карла Радамес. После катастрофы в Ракун-Сити Симмонс, причастный к операции по уничтожению города, оценил перспективы использования биооружия и решил исследовать его. А Карла Радамес оказалась одной из исследовательниц Симмонса. Талантливая девушка Карла была увлечена им и изобрела Цивирус. А позже, когда шпионка Ада Вонг порвала с Симмонсом из-за его вины в Ракунском инциденте, Карла согласилась стать подопытной для проекта Ада. Попытки Симмонса воспроизвести с помощью Цивируса Аду Вонг, что успешно удалось сделать с Карлой. Однако девушка так и осталась для Симмонса лишь инструментом. Понимая это, она решила отомстить ему и уничтожить то, что ему было дороже всего — стабильность в мире. Для этого Карла создала Нео Амбреллу и спланировала преобразование мира и наступление эпохи хаоса. Позже, Ада находит труп Карла на палубе корабля и с сожалением замечает, что ей не стоило уничтожать столько людей ради мести Симмонсу и что если главной целью был лишь он, то она и сама бы с радостью помогла убить его. В это время Карла, которая на самом деле была жива и ввела себе сильную дозу Цивируса, обезумев и начав мутировать, начинает твердить, что это она реальная Ада Вонг. Мутировавшая Карла начала растекаться густой массой по авианосцу, пытаясь убить Аду, но последней удается окончательно расправиться с Карлой, после чего, взяв вертолет с авианосца, шпионка решает вернуться в китайский город. На корабле Крис и Пирс пытаются остановить запуск ракеты, но в конечном итоге терпят неудачу. Ракета наносит удар по городу, превращая большую часть его населения в зомби. В это время, к счастью, уцелевший Леон связывается с Крисом и направляет его в подводный исследовательский центр Нео Амбреллы, чтобы найти там Шерри и Джейка, сына Альберта Уэскера. А Крис говорит Леону о том, что Ада Вонг мертва, что в свою очередь расстраивает Леона, ведь он еще не знает о ситуации с двойником. При помощи нескольких уцелевших бойцов БСА, Леон и Хелена добираются до некой башни в центре города. При этом Леон видит, что на самом деле Ада Вонг жива и по-прежнему помогает ему, что приводит последнего в небольшое замешательство, а попав внутрь башни, они встречают все еще живого Симонса, после чего вступает с ним в долгий бой, в ходе которого он переживает самые разные мутации. Вместе с Адой Вонг Леон побеждает Симонса, однако шпионка снова уходит, правда оставив Леону свой вертолет на крыше. Кроме того, все еще живой Симонс начинает использовать тела мертвецов, чтобы восстановиться и мутировать в огромное насекомоподобное создание. Леон и Хелена добираются до вертолета и обнаруживают в нем ракетницу, оставленную, как и обычно, Адой Вонг. Расправившись, наконец, с надоедливым Симонсом, в вертолете Леон также обнаруживает и другой подарок Ады, данные, доказывающие вину Симонсова вспышки в Толл-Оукс, а также невиновность в убийстве президента Леоном и Хеленой. После чего, сообщив Хенниган о завершении миссии, Леон и Хелена улетают из города на вертолете. А тем временем, Ада находит еще одну лабораторию Карлы и из видеозаписи узнает, что здесь Карла совершила свою конечную работу, результат которой вот-вот выберется из Кокона. Однако, Ада безжалостно расстреливает Кокон, а затем и всю лабораторию, уничтожая любое упоминание о Карле Роданес. Как только здание начинает рушиться, на мобильное устройство Ады поступает звонок. Ответив на него, она получает новое задание от неизвестных лиц, после чего, улыбнувшись, покидает лабораторию. А Крис и Пирс тем временем направляются в подземный исследовательский центр Нео Амбреллы по наводке Леона. И по прибытию Крис говорит о намерении уйти из БСА после этой миссии, передав эстафету Пирсу. Отыскав панель управления, они освобождают Шерри и Джейка и впоследствии воссоединяются. При этом Джейк, узнав, что именно Крис убил его отца Альберта Вескера, приходит в гнев и едва не убивает Криса, однако вовремя сдерживается, обещая ему потом поговорить на эту тему. После чего, пытаясь покинуть объект, они становятся свидетелем пробуждения из гигантского кокона существа под названием Хаос, созданное благодаря улучшенному Ц-вирусу, которое, согласно планам Нео Амбреллы, должно устроить глобальное заражение комплекса. Бойцы вступают в неравный бой с мутантом, в ходе которого Пирс оказывается ранен, а Крис едва не погибает. И чтобы спасти командира и победить Хаоса, Пирс вводит себе улучшенный Ц-вирус, который он ранее забрал из кейса Карлы, и начинает мутировать, помогая тем самым временно одолеть противника. А Шерри и Джейк по пути к выходу снова сталкиваются с неугомонным устанаком, с которым герои вступают в решающую схватку. В ходе боя Джейку удается одолеть мутанта, сбросив того в лаву. Комплекс начинает разваливаться, но Джейк и Шерри находят платформу, на которой они начинают двигаться к выходу. Однако тяжело раненый и обгоревший устанак в очередной раз мешает героям. Но они обнаруживают на его теле слабое место, его неслон стреляет ему прямо в сердце, убив его окончательно, после чего покидают комплекс на платформе. Крис и Пирс двигаются к спасательным капсулам, однако Пирс, который мутирует все сильнее, заталкивает внутрь Криса, отказавшись покидать комплекс. Зная, что для него искать спасение уже слишком поздно, он запускает капсулу с Крисом в океан, а сам остается умирать в разрушающемся комплексе. Когда капсула Криса устремляется к поверхности, снова о себе дает знать хаос, но комплекс к тому времени взрывается и в конце концов уничтожает чудовище. Крис всплывает на поверхность, где его находит вертолет БСА. Теперь Крис передумал уходить из организации, чтобы смерть его товарища и друга не была напрасной. Спустя небольшое время Шерри летит обратно в США, передав образец крови Джейка ведущим исследователям ООН и засекретив его связь с Альбертом Вескером. Хелена посещает могилу своей сестры, где ее встретят Леон и Хенниган. Она думает, что Леон пришел арестовать ее, ведь так или иначе она принимала участие в смерти президента, пусть ее и шантажировали. Но Хенниган говорит ей, что было бы несправедливо наказывать Хелен за действия Симмонса. Все упоминания о ней теперь засекречены и она свободна. А Джейк находится защищая невинных от биорганического оружия. Наемник однажды, наемник до конца. Чуть позже Мия Уинтерс, исследователь международного преступного синдиката под названием Соединение, ну или же Связи, находится на грузовом корабле Аннабель, провозящем генетически модифицированный организм, ребенка под кодовым названием Е001. С момента своего рождения ребенок постоянно жил и рос в пределах лаборатории, в которой производились исследования ее способностей, а ее настоящее имя Эвелина. Однако на корабль обрушился шторм и Эвелина выходит из-под контроля и заражает экипаж, превращая их в носителей грибковой плесени. Эта плесень позволяет Эвелине контролировать этих самых носителей. Из-за протоколов родственных связей, внедренной Эвелине, она не причинила вред Мия и даже больше называет ее своей мамой. Но по неосторожности заражается и сама Мия, также начиная покрываться странной плесенью. Последнее, что девушка успевает сделать, это записать обращение своему мужу с извинениями за все содеянное и за то, что они больше не увидятся. После чего Эвелина разрушает корабль, отправив его к дну вместе со всеми, кто на нем остался. Однако, вопреки всему, мощным штормам останки корабля выносят по реке к болотам близ фермы семьи Бейкер. Глава семейства, Джек Бейкер и его сын Лукас находят Мию и Эвелину у потерпевшего крушения судна и забирают их домой, чтобы оказать необходимую помощь. Вся семья Джека, а если быть точнее, Зои приносит девочке чистую одежду, та пробуждается, произнося слова «Теперь они мои, прежде чем исчезнуть». Зоя начинает замечать, что ее семья потихоньку сходит с ума под влиянием Эвелины и в панике дочери семейству удается сбежать к трейлеру на заднем дворе. Там она обнаруживает Мию без сознания с запиской и предупреждающей Бейкеров об Эвелине и ее силе и что единственный способ обезвредить ее это использовать некую вакцину. Обернувшись, Зои видит перед собой Эвелину, которую называет Зои сестрой. На следующий день дочь семейства уже оказывается за обеденным столом со своей семьей и они выглядят вполне нормально. Однако, ее надежды на лучшее недолговечны, поскольку появляется Эвелина, снова приветствуя свою новую сестру. Но, в свете информации, полученной из записки, Зои знает, что ей нужно делать, а именно, изготовить ту самую вакцину, чтобы спасти своих родных. Некоторое время спустя Криса Редфилда отправляют с небольшим выследить и арестовать Глена Ариаса. Раньше тот работал на Амбреллу и Трайсел, продавая на черном рынке биорганическое оружие, но даже после развала этих корпораций, Ариас продолжил злоупотреблять своим положением и не перестал поставлять биорганическое оружие на рынок. Также у отряда есть еще одно задание найти агента БСА Кэти Уайт и ее сына Зака, которых Глен Ариас взял в плен. Прибыв к особняку, где по сведениям был замечен Ариас, команда решает разделиться на три подгруппы. Первая подгруппа направляется в спальню. Один из солдат, заметив небольшой бугорок под покрывалом на кровати, хочет его проверить и не спеша дергивает одеяло, но под ним лишь оказывается игрушечная машинка. Уже расслабившись и рассмеявшись такой шуткой, машинка вдруг начинает дергать колесами, порядком пугая остальных. Внезапно позади комнаты раздается шорох и подгруппа замечает там спрятавшегося мальчика. Он вскоре вылезая из укромного местечка, начала не застают, но как только один из солдат приближается к злосчастной машинке, Зоби Мигом утаскивает его под кровать. Крис сразу понимает, что это ловушка. Нападавшего мальчика он тот час признает заком, но отвлекшись на других затаившихся зомби, его третьего напарника ранят. После нескольких выпущенных пуль Крис вытаскивает своего напарника из комнаты, запирает ее и взрывает заранее кинутой туда гранатой. Но и выжившего приходится убить, так как тот сразу же мутирует в зомби и нападает на Редфилда. В то время третья подгруппа находится в столовой. Командир отряда собирается проверить связь с остальными, но и на них нападает зомби. В течение обстоятельств погибают все, кроме Криса. Он, выбравшись во двор особняка через окно второго этажа, наконец замечает рядом с собой Ариаса. Между ними завязывается небольшая перепалка, из которой целым выходит неприятель. Но прежде чем оставить Криса умирать, он ему показывает, что стало с Кейти. Она оказалась таким же зараженным, как и нападавший в особняке. Однако, к небольшому недоумению Редфилда, Таня атакует Глена, чем тот комментирует, что его биооружие понимает, кто противник, а кто союзник. В последний момент Редфилда спасает армейский вертолет, на котором он прилетел, перестреляв полчища зомби. Четыре месяца спустя Ребекка Чемберс, если вы забыли, это бывший медик из отряда Браво в Resident Evil Zero, работает в университете над созданием вакцины от новой вспышки вируса, который создал Ариас. Ребекка просит своего помощника Аарона заняться анализом только что привезенных инфицированных тел, и когда он уходит, девушка замечает, что один из ее прототипов вакцины оказывается успешно завершен. Между тем, Аарон, идя по коридору, замечает открытый люк вентиляции. Сзади его быстрым движением убивает Мария, приспешница Глена Ариаса, и не теряя времени, отключает основное питание лаборатории и выпускает воздушно-капельную форму вируса вентиляционную систему. Опасный газ достигает всех сотрудников, и те заражаются, кроме Ребекки. Обессиленно она падает на пол, но доза оказывается недостаточно, чтобы ее полностью заразить. В полусознании она доходит до морозильной камеры и вкалывает себе прототип, после чего и сразу становится лучше. Забрав с собой прототип вакцин, она выходит в коридор и видит Аарона, поедающего чей-то труп. Находясь в шокированном состоянии, она зовет того по имени, но он лишь нападает на нее, и в панике она разбивает его голову огнетушителем. Спрятавшись от зомби в прежней аудитории, на нее неожиданно из-под стола нападает еще один инфицированный. Вонзив хирургические ножницы ему в ногу, Чемберс отбегает. К тому же Мария уничтожает комнату синтеза вакцины, взорвав ее гранатой. На получившийся взрыв большинство зомби замечают Ребекку и двигаются в ее сторону. Однако, в последнюю минуту ее спасает только что прибывший Крис Редфилд. Пока остальной отряд БСА зачищает здание, Редфилд просит Ребекку отдохнуть, а потом помочь ему в этом деле. Позже, в номере отеля, Крис рассказывает ей об Ариасе и обсуждает сложившуюся ситуацию. Также Редфилд предполагает, что здесь нужна помощь Леона Кеннеди, так как новое биооружие Ариаса было создано с помощью оставшегося культа Лос Иллюминадос. Прилетев в Колорадо, они находят Леона в одном из баров, где он утоляет свою злость в алкоголе по недавно сорванной миссии. Он потерял всю свою команду в Вашингтоне в результате взрыва, который он не смог предотвратить. Крис рассказывает о пережитых событиях и пытается убедить Кеннеди сотрудничать, но тот только отнекивается и возражает. Не выдерживая больше споров между Крисом и Леоном, Ребекка предполагает, что таинственный вирус находится внутри их всех, но просто в спячке. И Ариас всего лишь активирует его тем самым газом, поэтому под угрозой не только они, но и, возможно, вся Северная Америка. Ариас тем временем наблюдает за ними на расстоянии и приказывает Марии захватить Ребекку. Расстроенная девушка после споров между Леоном и Крисом отправляется в уборную, чтобы успокоиться, но ее похищает Мария. В это время в ресторан забегает знакомый Леона, Патрисио, которого Леон винит в гибели своего отряда и в припадке гнева он прижимает того к столбу. Патрисио начинает умолять помочь его жене и дочери, так как они взяты в заложники членами Лос Иллюминадос, а также они помогают Ариасу создать новое биологическое оружие. Торговца вооружается пулеметом Гатлинга, разнося им половину бара. Истекающий кровью Патрисио передает Леону свой телефон с данными о вирусе, а Крис замечает, что Ребекку похитили, но злоумышленники успевают скрыться быстрее, чем герои могут что-либо предпринять. Чуть позже Ребекка приходит в себя и обнаруживает, что одета в свадебное платье. Вокруг нее выстроена имитация свадьбы, благодаря большим экранам, показывающим природу и белым столам и стульям, на которых расположены гробы. В комнату входит Ариас и рассказывает, что это его свадебные гости, а точнее то, что от них осталось. Также он сообщает, что решил воссоздать день своей свадьбы, ведь он собирался жениться на своей возлюбленной Саре. Приглашенные гости радовались и поздравляли молодоженов, но всю радость оборвал беспилотник США, сбросив бомбу прямо на свадьбу и убив всех, кроме самого Глена, Диего и Марии. Погибших друзей и семьи он пытался оживить путем авируса, который состоит из трех штаммов. Первый носит название «Латентный». Основав компанию водной индустрии, Ариасу было несложно распространять вирус в водах Великих Озер и в своей продукции. Именно так потенциально спящий вирус оказался практически в каждом организме. Второй штамм «Активатор» распространяется газом воздушно-капельным путем, тем самым заражая огромные площади людей. И третий штамм «Вакцина». Она не только исцеляет от заражения авируса, но и не позволяет другим зараженным нападать на вакцинировавшихся. Именно это он имел в виду, когда говорил Крису, что его биооружие понимает, кто противник, а кто союзник. Глен показывает девушке фото, на котором запечатлен он с Сарой и пока не модифицированными Диего и Марии. Оба подмечают, что Сара очень похожа на Ребекку. Ученую это всерьез пугает, и она начинает догадываться, что хочет от нее Ариас. Он вытаскивает из футляра руку Сары и снимает с нее обручальное кольцо, после чего предлагает Ребекке выйти за него замуж и с натиском хватает ее, чтобы надеть кольцо. Но девушка активно сопротивляется, из-за чего получает пощечину и падает на пол. Понимая, что она не согласится, Ариас решает ее модифицировать, как он это сделал с Диего и Марией. Тем временем, Леон и Крис проверяют данные с телефона Патрисио и обнаруживают, что для распространения вируса Ариас использовал воду своей компании в Нью-Йорке, а вирус-активатор, то есть газ, будут распылять из грузовиков с цистернами. Ко всему этому они узнают и про вакцину, которая может эффективно бороться с вирусом. Ариас тем временем начинает осуществление своего плана, отправляя свои грузовики через весь Нью-Йорк и распыляя газ, тем самым заражая людей. Леон, Крис и еще несколько помощников разделяются и уничтожают все грузовики вместе с Марией, которая попала под один из взрывов. Крис отправляется на помощь Ребекки и Ариас сообщает ему через громкоговоритель, что через каких-то 20 минут он уже не успеет спасти девушку. Солдат лишь засекает это время на своих часах. Ариас, понимая, что Редфилд не станет останавливаться, выпускает на него зараженную толпу зомби. Но во время боя к нему на поддержку приезжает Кеннеди и они временно останавливают первую волну натиска. Крису получается добраться до лаборатории. Он останавливает там хирурга и одолевает Диего, охранявшего операционную. В зярости Крис выпытывает у врача, где находится вакцина и забирает с собой Ребекку. Парочка поднимается на крышу здания и на них нападает Ариас. После непродолжительного сражения Редфилд заманивает Ариаса на стеклянную крышу и сбрасывает его вниз. Но Диего находит умирающего друга и, получив команду от него, снимает с себя защитные механизмы и сливается с телом Ариаса, мутируя в новое биооружие, похожее по форме на тирана. Но в отличие от большинства случаев такой мутации, Ариас все же сохранил рассудок и намерен продолжить битву с Крисом. К счастью, вовремя прибывает Леон и сначала ранив монстра электромагнитной пушкой и взрывом мотоцикла, последний удар наносит Крис метким выстрелом в сердце, тем самым окончательно уничтожив неприятеля. Вылечив Ребекку, группа распыляет вакцину над городом с помощью самолета, тем самым излечивая жителей города. Но Мария, которой получилось выжить, находит мертвое тело Диего и Ариаса, обещая отомстить за их смерть. Несколько лет спустя съемочная группа отправляется в штат Луизиана, чтобы исследовать дом с привидениями в рамках передачи для телевидения. И дабы отрепетировать шоу, они решают проникнуть в дом и немного его обследовать. В процессе исследования дома на них нападает семья Бейкеров, по итогу взяв оператора Кленси Джарвиса в плен и убив всех остальных. Кленси приходит в себя после того, как его поймали и обнаруживает, что он прикован наручниками к кровати. Когда он пытается сорвать их с запястья, входит Маргарет с домашней едой и говорит Кленси, чтобы он стал частью их семьи. Но к счастью, ему получается перехитрить Маргарет и начать свой побег. Но его схватывает сыночек семейства Лукас, заставляя его играть в безумные игры, такие как 21. В этой игре герой вынужден будет убить другого пленника семейства, человека по имени Хоффман, а последней игрой для героя станет празднование так называемого дня рождения, где Кленси сжигают заживо. Вскоре после этого в город Далви, штата Луизиана, прибывает Итан Уинтерс, получивший сообщение от своей жены Мии, пропавшей три года назад. Отправившись к заброшенной плантации, он находит менювэн съемочной группы, а после, казалось бы, заброшенный дом. Внутри дома он находит тайный проход, а после и саму Мию, казалось бы, живую и здоровую. Итан будит свою жену, и она явно удивлена, увидев его, к тому же утверждает, что не отправляла ему никаких сообщений, а после и вообще набрасывается на него, вынуждая тем самым героя убить свою жену. Сразу же звонит телефон, на другом конце провода оказывается Зои Бейкер, и предлагает Итану свою помощь, говоря ему бежать через чердак. Однако по пути на него снова нападает ожившая Мия и отрезает Итану руку. Но даже в таком состоянии он дает ей отпор. Однако появляется глава семейства Джек и со словами «Добро пожаловать в семью» вырубает героя. Придя в себя, Итан видит, как некая девушка пришила ему руку обратно, а после замечает, что сидит за столом семейства Бейкер с неизвестной старухой рядом. Пользуясь случаем, когда вся семья покинула комнату, Итану получается сбежать и сразу же встретить местного помощника шерифа, который, говорит герою, идти в гараж. Добравшись до пункта назначения, Итан не успевает даже толком все рассказать помощнику шерифа, как последнего моментально убивает Джек. С большим трудом Итан пытается одолеть его, но не помогает даже взрыв автомобиля. Ведь Джек регенерирует с невероятной скоростью. А после, в качестве показательного примера, и вовсе стреляет себе в голову. Однако смерть его недолговечна, так как он снова настигает Итана. Но в этот раз, вооружившись бензопилой, герою, кажется, получается избавиться от главы семейства. Окончательно. Выбравшись наружу и найдя трейлер, на связь с ним снова выходит Зои. Она сообщает, что она, ее семья и Мия заражены неизвестной болезнью. И им ни в коем случае нельзя покидать этот дом, чтобы не распространить заразу. Однако вирус можно нейтрализовать с помощью специальной сыворотки. Судя по всему, странное поведение жены главного героя и было связано с этим самым заражением. Итан отправляется на поиски ингредиентов для этой сыворотки в процессе сталкиваясь с Маргарет и уничтожая ее. А после узнает, что сыночек семейства похитил Зои и Мию, держа их в плену. К тому же, нужная часть ингредиента для сыворотки тоже находится у него. Из-за чего Итану приходится играть в ту же игру, в которую погиб Клэнси. Но герою удается перехитрить Лукаса и остаться живым. После Итан находит Мию и Зои. Освободив девушек и передав последние все нужные ингредиенты, она создает две дозы сыворотки для себя и Мии. Однако, внезапно снова появляется Джек, но в этот раз сильно мутировавший в огромное существо. Итан вынужден ввести Джеку одну из доз, чтобы тот наконец умер окончательно, а после чего Итану предстоит выбор, кому вколоть последний шприц с лекарством. И естественно, он выбирает свою жену Мию, но обещает прислать для Зои помощь. После чего он с женой садится в лодку и уплывает, чувствуя вину за то, что оставил девушку там. Далее они натыкаются на танкер, тот самый, который потерпел крушение в океане, а после чего на них нападает Эвелин. Итан теряет сознание и видит то ли видение, то ли воспоминание, где перед ним сидит Джек и объясняет, что виной всему маленькая девочка Эвелин, которая и заразила их всю семью, после того, как они нашли ее бессознательную и привели домой, чтобы помочь. Джек просит Итана убить ее, чтобы остановить распространение инфекции и спасти его семью. Мия тем временем приходит в себя возле корабля и отправляется на поиски мужа. Блуждая по суду, она натыкается на Эвелин. Мия не помнит ее, но девочка утверждает, что она ее дочь. После чего Эвелин заставляет Мию посмотреть некую видеокассету, в которой подробно показаны ее последние часы на корабле, те, когда Эвелин всех и заразила. После того, как Мия все вспомнила, Эвелина снова ее спрашивает, могут ли быть они семьей, на что Мия отвечает нет. Девочка говорит, что тогда Мия ей больше не нужна и исчезает. Последняя все же находит мужа, передает ему флакон с ДНК Эвелин и, ничего не объясняя, выталкивает того из помещения, закрыв за собой дверь. После выхода с корабля Итан обнаруживает скрытую лабораторию внутри заброшенной соляной шахты. Там он узнает, что Эвелин является биоружием, способной инфицировать людей, что дает ей контроль над сознанием своих жертв. А делает она это все из-за того, что одержима идеей иметь семью, которой у нее никогда и не было, так как всю свою сознательную жизнь она провела в лаборатории. Использовав оборудование и генетический материал Эвелины, Итан синтезирует нейротоксин, способный убить ее, а затем проходит через ряд туннелей, которые ведут к дому Бейкеров. Уже на месте Эвелин пытается взять над Итаном контроль, используя галлюцинации, но он преодолевает их и впрыскивает Эвелине нейротоксин, впоследствии чего ее истинная форма раскрывается в виде той самой старухи, которая сидела за столом с Бейкерами в самом начале игры. Очень быстрое старение это такой побочный эффект из-за экспериментов над ней, ведь несмотря на ее внешний вид, ей всего 10 лет. Вопреки ожиданиям Итана, нейротоксин не убивает ее, буквально растворившись на глазах, тело старухи окончательно мутирует в огромного монстра, который разрушает дом семьи Бейкеров и почти убивает главного героя. Но он получает сообщение от неизвестного человека, который позже сбросит Итану специальное оружие с вертолета, оружие, способное уничтожить девочку. Недолго думая, Итан стреляет и наконец уничтожает монстра. После к Итану с вертолета спускаются военные Блю Амбреллы, во главе которых Крис Редфилд. Он сообщает Итану, что тот может тоже была спасена. Но спустя несколько часов после уничтожения Эвелины и эвакуации Итана с его женой, Крис Редфилд отправляется на поиски Лукаса Бейкера, так как тот работал на компанию «Соединение», занимающуюся разработкой и продажей биологического оружия. А также Лукас опасен тем, что проводит эксперименты с ей вирусом и готовит материалы, чтобы передать их к соединению. В процессе выясняется, что Крис работает с Блю Амбреллой лишь в рамках ее сотрудничества с Альянсом противодействия терроризму, а не на постоянной основе. Исследуя подземелья, Крис натыкается на множество ловушек, оставленных Бейкером, а также наблюдает за смертью своих ранее пропавших агентов. Но по итогу все же находит Лукаса и смертельно ранит его выстрелом в голову. Однако он не умирает, а его процесс регенерации выходит из-под контроля. И тот, подобно своим родителям, сильно мутирует. Крис снова вступает с ним в бой и убивает его окончательно, после чего прерывает передачу информации о ей вирусе и поднимается в усадьбу Бейкеров с отсчетом по операции. Но координатор отряда сообщает, что для него осталось еще одно задание. Тем временем Зоя, оставленная Итаном и Мией в надежде хоть каким-то образом спастись от Авелины и ее чудовищ, пыталась покинуть местность, но грибок в ее теле кальсифицировался и пророс, парализовав ее тело, практически превратив девушку в камень. Пару недель спустя ее в таком состоянии находят агента Амбреллы и опознают ее личность, но их вырубает Джо, старший брат Джека Бейкера и единственный незараженный член семьи. Джо с ужасом узнает в зараженной девушке свою племянницу и относит ее к себе в избу, а также одного из агентов. Джо допрашивает пленника о том, что происходит с девушкой и почему местная фауна мутирует. Агент объясняет, что все здесь заражено биологическим оружием, из-за чего весь этот район находится на строгом карантине. Также он сознается, что у них уже есть лекарство от этого, и одна из этих доз находится у его напарника, которого Джо тоже вырубил и запер в сарае. Джо идет в сарай и обнаруживает второго агента уже убитым, но все же находит у него ампулу с сывороткой. Дома он вводит лекарство Зои, но девушка все еще в коме, а мутация отступает лишь частично. Агент объясняет, что доза, что Джо ввел ей, слишком маленькая и ей требуется еще. Договорить ему мешает неизвестное чудовище, которое убивает солдата и сжигает дом Джо. Сам же хозяин дома успевает сбежать на лодке, забрав с собой Зои. Агентарелла натыкается на неизвестного монстра, который загоняет его на затонувший паром. Джо одолевает его и находит еще одну ампулу с сывороткой, но очнувшийся монстр едва не убивает его. Герой спешит к Зои, но не успевает сделать ей инъекцию, так как монстр ее похищает. Джо преследует их до заброшенной часовни, где вновь вынужден сражаться с ним. Сорвав с монстра импровизированную маску, Джо узнает в нем своего брата, но тот все равно вырубает его и, заперев в гробу, сбрасывает в реку. Герою удается выбраться на берег, откуда он по тропе добирается до усадьбы Бейкеров, где его брат уже успел вырезать половину оперативников в палаточном лагере. Там же Джо находит себе новое оружие, силовой механический протез для руки. Испытав его на рядом бродящих монстрах, Джо проникает в дом и вступает в последний бой с братом. Покончив с его страданиями, он находит Зои и вводит ей лекарства, после чего в дом врываются оперативники БСА. Во главе с Редфилдом уже с полностью излечившейся Зоей связывается Итан, которого она благодарит за то, что он все же сдержал свое слово, прислав помощь. Спустя несколько лет Итан, Мия и их новорожденная дочь Розмари мирно живут в своем большом спокойном доме. Одним из вечеров пара готовится к ужину, как вдруг плечо Мии простреливает пуля, а после следует целая очередь. Выясняется, что это дело рук Криса Редфилда и его отряд по противодействию биооружия. Ничего не объясняя, он сделал пару контрольных выстрелов в Мию, а после приказывает своим людям забрать дочь Итана. Последняя пешев от происходящего начинает сопротивляться, но после удара по голове отключается. Через неопределенное время, очнувшись в заснеженном лесу возле трупов похитителей у разбитого автофургона, Итан пытается понять, что вообще произошло. Он идет через ночной лес и в конце концов попадает в неизвестную европейскую деревушку. Встретив местных жителей, он получает не самый дружелюбный прием, так как округу населяют оборотни, которых здешние называют ликанами. Итану дают пистолет, но ликан утаскивает того под пол, откусив ему два пальца, но по итогу герою все же получается убить чудовище. В соседнем доме по радио Итан слышит сообщение для всех выживших, чтобы те направлялись к дому некой Луизы, после чего в деревню стягивается дюжина ликанов во главе с огромной тварью. Но звон колоколов отвлекает монстров, тем самым дав возможность Итану сбежать. По пути к дому Луизы Итан встречает старуху, которая спрашивает у героя, не он ли отец некого дитя. Предполагая, что речь идет о его дочери Розе, Итан дает положительный ответ, а старуха говорит, что дитя у некой матери Миранды, после чего уходит прочь. Вдалеке Итан видит огромный замок и предполагает, что его дочь там, поэтому решает отправиться туда, но его путь преграждают запертые ворота. Во время поиска недостающих запчастей для замка от ворот, Итан встречает еще несколько выживших одежды там укрыться. Уже внутри одному из находящихся там людей становится плохо, из-за чего он разбивает светильник и начинается пожар, а после вообще превращается в Лекана и нападает на остальных обитателей дома. Расправившись со всеми, Лекан пытается добраться и до Итана, но монстра останавливает девушкой, являющейся его дочерью, выстрелившая в некогда своего отца из дробовика. Выбравшись наружу, пара пытается покинуть дом с помощью старого пикапа, но ничего не выходит и они вынуждены забраться на чердак. Наверху они слышат голос отца девушки, который снова стал человеком и зовет свою дочь. Она кинулась спасать его, но доски не выдерживают и она вместе с отцом исчезает в огне. Выбравшись наружу, Итан замечает странную женщину, которая убивает одного из выживших, а после исчезает. Заполучив все нужные детали для открытия ворот, Итан направляется к замку, но оказывается схваченным человеком с огромным молотом. Придя в себя, Итан обнаруживает, что находится уже в другом месте. Перед ним стоит та самая мать Миранда и так называемые лорды здешних земель Альсина Димитреску, кукловодчица Дона Беневиенто, Сальватор Моро и Карл Гайзенберг. Их нечеловеческими способностями наделила мать Миранда, так как считает их своими детьми. Вся ОПГ думает о том, кому достанется Итан, но недолго размышляя, мать Миранда считает, что героя следует отдать на растерзание Карлу Гайзенбергу, чем остальные остались недовольны, но спорить с мамкой не захотели. Карл демонстративно дает Итану 10 секунд, прежде чем спустить на него чудовищ, и герой, недолго думая, дает деру, и ему, в общем-то, удается спасти свою шкуру. Позже он оказывается прямо возле дворца, ранее упомянутой Димитреску, где встречает местного торгаша по прозвищу Герцог. Последний рассказывает немного о происходящем и дает намек, что Итан, возможно, сможет найти в замке свою дочь. Недолго думая, герой ломится в замок, но практически сразу натыкается на трех дочерей Димитреску Беллу, Кассандру и Даниеллу. Доставив Итана к своей мамаче, та приказывает подвесить его и доложить все матери Миранде. Итану получается освободиться, и прямо в замке он снова встречает Герцога, который снова намекает, что дочь Итана скорее всего находится в личных покоях Димитреску. Побродив по замку, Итан сталкивается с одной из ее дочерей, которые оказываются невосприимчивы к пулям, но стоило последнему открыть окно, впустив холодный воздух с улицы, как вампирша начала кальсифицироваться, подозрительно похоже на то, что происходило с Зоей из семейства Бейкеров. Немного далее Итан пробирается в покой Димитреску и подслушивает ее разговор с матерью Мирандой, которая приказала не трогать Итана. Из-за этого хозяйка замка приходит в ярость. Оно и понятно, Итан же убил одну из ее дочерей. Но позже Димитреску замечает Итана и в ярости швыряет его, проламывая героем пол и отправляя его на нижний ярус замка. Так, блуждая по местным коридорам и решая различные головоломки, Итан разбирается с двумя оставшимися дочерями Димитреску, а после с самой хозяйкой замка, которая мутирует в огромное летающее чудовище. После ее смерти Итан находит странную колбу и решает взять ее с собой. Оставив позади замок и не найдя там своей дочери, путь Итана пролегает через пещеры. Там он снова встретит старуху из деревни и спросит ее, где ему искать свою дочь. Старуха же лишь говорит, что Роза должна была стать жертвой в обмен на новую жизнь. Итан, нихрена не поняв, возвращается в деревню и снова встречает герцога. Тот сообщает герою, что часть его дочери буквально находится у него в руках. Та самая колба, которую Итан подобрал в замке. В ней находится голова Розе. Также от торгаша герой узнает, что девочку еще можно спасти, заполучив оставшиеся ее части. По наводке герцога Итан отправляется к Доне Беневиента в подвале еще одну колбу. Но взяв ее, пропадает свет и герой оказывается запертым. Решив загадку и выбравшись из подвала, Итан встречает и саму хозяйку дома, которую герою приходится убить, а после отправиться к третьему лорду этих земель Сальваторо Моро. Там Итан сразу находит еще одну колбу, а после встречается с Крисом Редфилдом. Но не успев даже обсудить, зачем тот убил его жену и похитил дочь, на героев нападает огромная водная тварь. Очнувшись на берегу, Итан встречает Мороа и что-то бормоча себе под нос начинает мутировать и превращаться в то самое чудовище, которое напало ранее. Итан, недолго думая, сливает всю воду с дамбой и убивает хозяина земель, после чего покидает это место и отправляется дальше собирать все оставшиеся колбы, получив которое по итогу он засовывает в некий алтарь, после чего открывается путь к заводу Карла Гейзенберга, который, в отличие от его коллег, не пытается убить Итана, а наоборот хочет переманить на свою сторону. С его слов, Итан должен был стать заменой четырем лордам этих земель, примкнув к матери Миранде, а сами владыки это украденные дети, которых Миранда с помощью экспериментов превратила в то, с чем Итан и сталкивался на протяжении своего пути. Но Гейзенберг хочет убить Миранду и для этого ему почему-то нужна помощь Итана. Герой считает все сказанное бредом, из-за чего Гейзенберг со злости скидывает Итана вглубь завода. Там, уничтожая различных механизированных существ, Итан снова встретит Криса из разговора станет ясно, что Крис не убивал жену Итана, Мию. На самом деле, из-за своей способности к мимикрии, его женой прикидывалась мать Миранда, а цель ее была проста украсть Розу. Долгое время команда Криса выслеживала Миранду и когда они убили ее у Итана дома, она на самом деле не умерла, а лишь притворилась мертвой, после чего сбежала. И прямо сейчас она готовится к какому-то ритуалу. Крис попросил отвлечь Гейзенберга, после чего пообещал помочь вернуть Розу. После продолжительного боя Итану получается одолеть Гейзенберга. С ним связывается Крис и просит оставаться его на месте. Неожиданно появляется сама мать Миранда в образе Мии, которая начинает объяснять Итану, что его дочь Роза на самом деле воплощение дочери Миранды, которую звали Ева, и которая умерла очень давно. Роза должна была стать сосудом для перерождения и для этого осталось лишь совершить последний ритуал. Итан начинает кричать, но Миранда моментально вырывает сердце у героя, тем самым убив его. Новость о смерти Итана передают Крису Редфилду и последний решает приступить к выполнению плана убийства Миранды. С боем пробиваясь через деревню, Крис попадает в пещеру, где расправляется с органической субстанцией, распространяющей по всей деревне отростки, похожие на тентакли. Заложив взрывчатку, он также натыкается на лабораторию Миранды и выясняется, что она уже давно взаимодействовала с некой плесенью, по-видимому, с той самой, которая погубила семью Бейкеров. А также Крис узнает, что именно Миранда обучала Озвелла Спенсера. Он унаследовал ее учения, организовал Амбреллу и с помощью другого вируса прародителя, найденного в Африке, продолжил уже свои исследования. В лаборатории Крис также находит и Мию. Убедившись, что она человек, он сообщает ей, что Итан мертв, но шанс спасти Розу все еще есть. Мия же говорит, что это невозможно, ведь по словам девушки, Крис даже не подозревает, насколько Итан особенный. А тем временем, Итан какого-то черта приходит в себя, но не в поле, где его убила Миранда, а в каком-то странном месте, с девочкой, стоящей перед ним. Этой девочкой оказывается никто иная, как Эвелина. Она заявляет герою, что он не умер от рук Миранды. На самом деле, он умер еще три года назад в доме Бейкеров. Джек убил его еще в самом начале, но тот остался жить только потому, что был сам заражен этой плесенью. Придя в себя, Итан обнаруживает, что находится в повозке у герцога, который успел подлатать героя и в последний раз решает помочь своему лучшему клиенту. Добравшись до Миранды, Итан наблюдает, как она уже завершает процесс перерождения своей дочери. Но вдруг что-то начало идти не так, и Миранда начинает терять свои силы. Крис, выстрелив ей в голову, отвлекает ее, что позволяет Итану выхватить розу. Миранда запирает себя с героем в коконе из корней, намереваясь убить героя. Но, к счастью, ей это не удается, обнаруживает, что начинает распадаться на части. Так же, как и лорды земель, когда Итан уничтожил их. Появляется Крис и пытается вывести Итана наружу, но последний, понимая, что его не спасти, решает пожертвовать собой, чтобы наконец избавить мир от плесени. Отдав дочь Крису, Итан забирает у него детонатор и отправляется взрывать органическое растение, которое ранее заминировал Крис. Вернувшись с розой к Мие, последний не сразу понимает, что Итан остался там, внизу. Но, когда прогремел взрыв, ей все стало понятно. Спустя годы после жертвы Итана Уинтроса, его дочь Роза выжила, но ее статус мутанта сделал из нее изгоя. В возрасте 16 лет Роуз получает доступ к уцелевшей частичке Черного Бога, то и самой биорганической херне, которую ее отец взорвал перед смертью, и пытается использовать ее, чтобы навсегда подавить свои силы и жить своей жизнью, как обычный человек. Во время одной из таких попыток ее разум взаимодействует с этим Черным Богом, и она начинает видеть разрозненные воспоминания о людях, которых тот поглощал на протяжении многих веков. Во время этого опыта Роуз встречает своего собственного двойника и увлекается некой фигурой по имени Майкл, которая обещает найти ей то, чего она так хочет. А что будет происходить далее, надеюсь, мы узнаем уже в октябре этого года. Поэтому вот такой вот ролик получился. Надеюсь, тебе было интересно или ты узнал что-то новое для себя. Как обычно, все материалы и прочее оставлю в описании. На самом деле, мне нравится, в каком направлении сейчас движется эта серия. Вы сами по структуре повествования могли заметить, как были перенасыщены событиями и пафосом пятая и шестая часть и насколько неспешно интересны седьмая и восьмая. Тем не менее, наверное, не мне судить о качестве продукта. Если есть желание поддержать, залетай на бусте. А еще лучше, если ты подпишешься на второй канал, созданный исключительно для стримов, и залетишь к нам в Дискорд. А то наши смотрители кинотеатра Патрик и Меланхолия скучают без тебя и хорошего кинца. Надеюсь на твою поддержку в виде комментария и лайка. Это сильно мне поможет в продвижении этого ролика. А на этом у меня все. Удачи!